По семейным обстоятельствам. Обратите, мои дорогие, обстоятельства. Когда речь идет об обстоятельствах, идет речь об условиях, о пространстве, о конфигурации территории. Ведь зачастую на то, что человек думает, чувствует, какие решения принимает, влияет то, в каких обстоятельствах, условиях он находится. Например, проживая на одной жилой площади вместе со своей женой, ее муж и вместе с мамой своей жены, например, или даже своей мамой, заклинает себя на то, чтобы становиться лютейшим каблуком, имейте в виду. То есть, сами обстоятельства будут заклинать его на то, чтобы плавно он себя кастрировал. Если же этот человек, муж, найдет в себе силы, а самое лучшее до женитьбы, определить для себя скромное хотя бы пространство, где вместе с женой он будет проживать, допустим, это комната в коммунальной квартире, и пусть он позволит себе роскошь самостоятельно зарабатывать деньги и взять ответственность на себя, то тогда в этих обстоятельствах он не сможет не становиться толковым мужчиной. То есть, смотрите, именно обстоятельства зачастую влияют на то, кем человек является и кем он становится. Какими бы умными, прекрасными женщины бы две ни были, но если они две хозяйки на одной кухне, это лишь вопрос времени, что они будут находить повод друг на друга бочку катить. И вы можете задать мне вопрос, Альберт, как же так? Неужели среда решает то, кем человек является и каким становится? Ответ на этот вопрос следующий, мои дорогие. В тактическом, в краткосрочном измерении, да, среда определяет мышление, но в долгосрочном измерении именно мышление может создавать для себя комфортную среду обитания. Взаимосвязь здесь точно такая же, как взаимосвязь разума и инстинктов. В краткосрочном измерении, если, например, мочевой пузырь уже не может иметь способность выдерживать давление изнутри, то он будет заклинать разум необходимостью найти рядом место, санузел, понимаете, да? Если в тактическом измерении человек в моменте времени голод испытывает лютейший, то его голод будет подчинять себе его разум необходимостью найти возможность поесть и так далее. То есть в краткосрочном, в тактическом измерении, да, обстоятельства решают, да, инстинкты решают, условия решают, да, но в долгосрочном, стратегическом измерении решает именно разум. И задача разума организовать жизнь свою таким образом, чтобы моча в мозги не била, понимаете, да? Задача разума организовать свою жизнь таким образом, чтобы голод не сдавливал работу мысли, чтобы быть сытым в каждый момент времени, и именно исходя из своей сытости, спокойствия, комфортной жизни, позволять себе роскошь нормально, свободно, легко жить, занимаясь любимым делом. Именно задача разума организовать такое пространство и такую отдельную жилую площадь, чтобы не заставлять двух женщин друг на друга орать на одной кухне. Именно задача разума организовать такую жизнь для себя, чтобы как можно раньше съехать от родительского дома, любить родителей на расстоянии, особенно в лет 18, 20, 25, ну точно уже пора, и строить свою жизнь, будучи капитаном на своем корабле. Именно задача разума не принимать помощь извне, ведь зачастую эта помощь ампутирует возможность у другого человека развиваться самостоятельно, преодолевая развивающий стресс. Именно задача разума заключается не в том, что делать и как себя вести, если все раздражают. Нет, задача разума в том, чтобы не создавать условий в своей жизни, не создавать таких обстоятельств, где вас все могут раздражать. Ведь помните, умный решает проблемы, которые мудрый не создает. Об обстоятельствах и о мудрости в том числе, я верю, будет этот разбор прекрасного отечественного фильма по семейным обстоятельствам. Поехали! Галя. Обратите внимание, Галя живет вместе со своей дочкой и ее мужем в одной квартире. Это важно. Муж Галли умер. Сколько бы дочке лет ни было, каких бы высот она бы не достигала, это не имеет никакого значения. В глазах своей мамы она всегда дочка. Поэтому здесь Галина всегда будет найти повод проявлять свое недовольство, типа дети совсем вести себя не умеют, а детки будут всегда находить повод это недовольство в своей мамочке вызывать. Вот как вы думаете, о чем Галя думает сейчас, когда смотрит на дверь комнаты своей дочки и ее мужа, которые там посапывают, опять опаздывают на работу. Совсем ничего сами делать не умеют. Конечно, ничего сами делать не умеют, учитывая, что в таких парниковых условиях они находятся. Далее, обратите внимание, Галина заводит будильник для своих взрослых детей, хочется сказать, хотя это только Лида, ее дочка и ее мужа. Таким образом, она показывает им, как бы поведением своим, что вы детки, которые сами ничего делать не могут. И, конечно, будучи она уверена в этом, она будет бессознательно, постоянно, косвенно внушать им этими ожиданиями эту в них бытийность, что они ничего сделать сами не могут. Поэтому здесь единственным важным решением является, как можно скорее, этой молодой паре отсюда съехать. Доброе утро. Доброе утро. Вставать пора. Во-первых, как муженек хвост поджал? Ну, его можно понять. Наблюдает здесь маму своей жены. Как вы думаете, влияет ли на их половую сексуальную жизнь мысль о том, что в соседней комнате спит мама женушки? Конечно, влияет. Все является важными элементами системы. И это тоже. Игорь здесь не хозяин, а мужчине крайне необходимо быть хозяином. Хотя бы на одном квадратном метре, где он живет. Хотя бы в скромной комнате в коммунальной квартире, в начале, где он живет, которую он снял. Далее потихонечку. Это может быть однокомнатная квартира, двух-трехкомнатная, но он должен быть хозяином на своей территории. Иначе импотенция не может его не настигнуть. Как в физическом плане, так и в ментальном плане. Потому что, скорее всего, и здесь, будучи гостем, он и в профессиональной своей деятельности гость, который спрашивает разрешения всегда. И везде видит такую же мамочку, которую он видит здесь, в лице Гали. Поэтому, что здесь являются лимитирующими факторами, которые создают эту проблему? Первое. Галина не имеет в себе сил отсепарировать и отрезать от себя свою дочку и ее мужа, выбросив, подобно орлу, орлят из этого гнезда. Второе. Муженек не находит в себе силы взять свою женушку за пазуху и съехать от ее мамы, хотя бы сняв скромную комнату в коммунальной квартире. Третье. Женушка не находит в себе силы поддержать и вдохновить мужа на скорейший выезд отсюда. И именно потому, что здесь каждому из этих трех выгодно иметь возможность женушке чувствовать себя доченькой, о которой заботится, муженьку продолжать и дальше иметь мамочку, а мамочке иметь возможность на них бочку иногда язвенно катить. Они поэтому вместе тут и живут. Но фильм этот позитивный, не без морали, не без смыслов, который далее мы будем с вами развивать. Взявшись за ниточку, вытаскивать отсюда, как из лабиринта персонажей. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, сказал муженек, поджав хвост и прикрывая эту дверь. Представьте, как много стресса он сейчас испытал, увидев маму своей женушки. Ну, конечно, это не делает ему чести. То есть, смотрите, сама конфигурация этой территории как бы заклинает его продолжать пребывать в детском эго-состоянии и не взращивать в себе взрослое и родительское эго-состояние. А, конечно, для будущих родителей это нехорошо. Вырубает Игорек будильник. Это его маленький протест. Открыто организовать таким образом взаимодействие, чтобы этот будильник Галя не ставила, он не может. Но немножечко его вырубать, чтобы опоздать и совсем скоро спешить, не успевая, он может. Маленький протест таким образом выражает. Но смысл не в том, чтобы протест выражать. Еще раз, смысл не в том, чтобы найти способ тут договариваться и дружить. Смысл в том, что пора отсюда съехать. Вот и все. А там и сразу отношения наладятся. Тут хорошо любить на расстоянии. Один из наших инстинктов, мои дорогие, звучит как агрессия. Агрессия выполняет ряд задач, одна из которых следующая. Равномерное распределение особей по ареалу обитания. Понимаете, да? Поэтому здесь мы видим, как не без агрессии тетя Галя кладет свои вилки и чашки на стол, как бы думая в каждый момент времени. Вот спят, не встают, на работу опаздывают. То есть она пребывает в иллюзии, что ее гнев обусловлен этими мыслями. Но это ложь. Нет, не в этом дело. Эти мысли рождаются, как обратная рационализация, чтобы ей самой себе объяснить этот гнев, источник которого именно во внутривидовой агрессии здесь и заключается. Почему? Потому что слишком малая площадь для этих высокоагрессивных животных, которые вместе жить не привыкли и не следует себя это делать заставлять. То есть она кладет эту посуду на стол, и это как бы, знаете, метафора пощечины, которую она хочет очень произвести, но пока сдерживается. А малыши спят в кроватке, нежатся. Конечно, наличие мамочки рядом вызывает в них желание заставить ее себя будить. Как знаете, вставай уже в школу пора, или давай вставай в детский садик уже пора. И они примерно в этом состоянии сознания сейчас и пребывают. Этот запах, грубо говоря, эти стены этой комнаты, эта квартира, вся совокупность воспоминаний, даже о которых они, и в первую очередь Лида здесь не помнит, рождает такое состояние сознания и такое поведение и желание заставить мамочку их будить. А она клюет и хочет их будить, чтобы иметь возможность, выйдя отсюда, думать. Эх, какие непутевые, сами встать не могут. Обратите внимание, агрессия копится в Галине настолько активно, что ей даже жертва не нужна для того, чтобы она могла бросать этот преследовательский обвиняющий взгляд. Тема заключается не в том, что делать, когда сосуд агрессии наполнен настолько, что вот-вот начнет разряжаться спонтанно в виде насилия, которое здесь может произойти, если все дальше и будет так продолжаться. Нет. Тема заключается в том, чтобы разумом своим организовать для себя такую среду обитания, чтобы агрессия не наполнялась. Это важная тема. Творчество, спорт, развитие в профессиональной деятельности, порядок в своей жизни, понимаете, да, пространство, жилищные условия. Это все в совокупности позволяет человеку совладать со своим животным началом. Каждая деталь здесь красноречива. Но, тем не менее, даже если ее взгляд не нашел свою жертву, свою жертву он нашел через эту картину, которая упала прямо на них. Каждая деталь здесь красноречива. Ой, что случилось? Мама, папу уронила. Мама, папу уронила. Так это таким образом, знаете, как образ папы, который висит здесь на этой фотографии, и он приглашает вас задуматься уже встать в конце концов, и может быть съехать, понимаете, да? Вставать пора. То есть, получается, если бы эта картина сейчас не упала, то они бы дальше и спали, еще бы сильнее проспали, еще бы сильнее заставляли бы себя в суете и спешке собираться. А запомните, спешка и суета всегда точно не удел взрослого, как эго-состояние. Угу. Слышь? Угу. У них нет подходящей среды, условий, обстоятельств, питательной среды, можно сказать, здесь, чтобы вставать вовремя, чтобы распоряжаться своим временем, понимаете? Они могут позволить себе опаздывать, халтурить и лоботрясить. Наверное, даже может быть, они и на деньги, и на бюджет мамин живут, которая рада делиться с ними своими деньгами, лишь бы продолжать и дальше удерживать их в детском состоянии и иметь возможность и дальше на них бочку катить. Симбиоз здесь конкретный, и даже если сознательно каждому из них некомфортно, чтобы так все продолжалось, но тем, что они эмоции целый спектр здесь испытывают благодаря этим проблемам, как бы намекает нам, что они заинтересованы, чтобы именно так все и продолжалось. Калинка, малинка, малинка моя, в саду ягоду, малинка, малинка моя. Это, как знаете, рвется у него наружу свободный его дух и желание, значит, быть хозяином на территории, но сдерживается внешним давлением. Вот хотя бы Ваня песенки поет. Смотрите, он сейчас посмотрит на свои часы, увидит сколько времени и в спешке, в суете начнет собираться. Здесь может складываться впечатление типа засиделся. Но скорее всего у этого парня каждое утро так происходит, когда он специально засиживается, чтобы иметь возможность быстро в суете собираться. Поведение не мужское. Можно понять, когда совсем юный парень, подросток, например, или девочка вот так вот суетятся и спешат, но для мужчины, конечно, это непозволительная роскошь, можно сказать, здесь. Он специально засиделся именно для того, чтобы вот так вот в суете собираться. А в каком эго-состоянии он пребывает сейчас? Ну, конечно, в детском. Он как будто бы спешит, чтобы мама его ругать перестала, наблюдая, что он все-таки торопится. Потому что мамы-то рядом нет, она уже давно ушла на работу. Я имею в виду маму физически его родную, да? Но где она есть, она у него есть в голове. Он нашел ей замену в образе мамы Лиды, своей жены, с которой вместе они здесь живут, но пока не избавился от необходимости постоянно доказывать ей, что он спешит, он все успеет, он все делает. В спешке заправляет кровать, когда стоит мамочка и ругает, что ж ты опаздываешь, давай заправляй кровать скорее. Этим и обусловлена спешка и суета. В голове у человека мысль, что он должен всем доказать, что он сделал все для того, чтобы успеть. Вместо того, чтобы в дальнейшем не создавать таких ситуаций и успевать не спеша, заранее просыпаясь, следить за временем полезно, правда? Ладно, у Игоря есть еще возможность сформировать новый комплекс условных рефлексов. Он на новой для себя территории находится. Но для Лиды это очень сложно. Она же может быть вообще выросла в этой кроватке, в этой комнатке. И точно так же, как в детстве, когда мамочка ее будила в детский сад, она говорила «не хочу», а потом в школу «не хочу». Так и сейчас она говорит то же самое «не хочу», потому что сами стены заклинают ее это говорить. На мой взгляд, это светлый очень, добрый очень фильм. И персонажи здесь все по-настоящему позитивные и светлые. Они будут иногда здесь создавать конфликты и ссориться. Но это как бы не свойство их характера, не их желание бросать крючки и воздействовать на другого. Это действительно все здесь, на мой взгляд, персонажи светлые и добрые люди. Но иногда они не смогут не кричать, лишь потому, что в обстоятельствах соответствующих оказались. И об этом здесь и будет идти речь, мои дорогие. Потому что действительно это прекрасная пара, которая любит друг друга радовать. Манипуляции – это о том, как один человек использует некие рычаги своего поведения для воздействия на другого человека. И вот здесь, учитывая, что Лида в позитивных эмоциях общалась мило, значит, и шутя со своим муженьком, и потом, повесив трубку, продолжает в этих эмоциях пребывать, говорит о том, что эти эмоции настоящие для нее, от всей души. Они такие, как, знаете, мы зачастую в разборах с вами разбираем, когда необходимо произвести впечатление на другого человека. «Ой, ты такой хороший, мой дорогой!» И как только он поворачивается спиной, сразу тот, кто совсем недавно улыбался, сразу меняется в лице и думает, «Ну такой же ты дурачок, что я тут тебе кривляюсь, понимаете, да?» Но здесь не будет игр, можно сказать. Здесь вне манипуляций их взаимоотношения. У них в этой паре будут совсем скоро передряги, но они будут просто-напросто обусловлены тем, в какой ситуации они пребывают. И благо, что совсем скоро они эти обстоятельства решат и выделят для себя отдельную живую площадь, конечно, не без трений, но найдут все здесь для этого наилучшие способы. Но если обстоятельства слишком сильно дрессируют человека, надевать на свое лицо маску гнева, то это лишь вопрос времени, что эта маска врастет молекула в молекулу его лица, клетка в клетку, имейте в виду. Человек – существо внушаемое, иначе бы просто не выжило. Это как его видосохраняющая функция. И именно поэтому любое притворство – это лишь вопрос времени – становится явью. Мы притворялись настолько, что это стало реальным. Работает в обе стороны. Притворяясь в гнев, человек начинает гнев испытывать на самом деле. Имейте это в виду. Ну и аналогичная история у Лиды, которая воображает здесь, что мама ее торопит, и чтобы доказать ей, что она все успевает, начинает суетливо и быстро собираться. И даже если мамы физически сейчас рядом нет, она уже ушла на работу. В воображении у Лиды мама есть. Стоит и крутит указательным пальцем, ругая «Эх, Лида, вечно ты опаздываешь!» И вот она, чтобы ее успокоить, и себя тем самым начинает суетливо собираться. Хорошо, что у Галины есть работа. Она там начальник, и у нее есть возможность хотя бы там спускать накапливающийся в ней пар, который копится дома. Помните про внутривидовую агрессию, которая копится, когда особей слишком много на ограниченной территории, а тем более в таких семейных взаимоотношениях, как там мама, дочка и ее муж. И хорошо, что есть возможность у Галины, значит, сливать, спускать пар этой накапливающейся в ней агрессивности здесь на работе. Даже соответствующие взаимоотношения с коллегами и сотрудниками готова создавать, лишь бы иметь возможность на них бочку катить. Понимаете, да? А вы что будете делать? Здорово устроились! Не хватает здесь слова «дебилы», «идиоты», «дураки». Здорово устроились, да? То есть обратите внимание, здесь тоже как ловушка сознания. Она, может быть, сознательно думает, что есть повод вот так вот на них кричать, но по факту нет. Просто крик подбирается именно такой, чтобы иметь возможность накапливающейся в ней пар, помните, с каким настроением она вышла из дома, вот так вот канализировать. А может быть наоборот, вы будете выполнять то, за что вы получаете зарплату? Это важный момент, обратите внимание на время. Без 15,6, можно сказать, здесь. То есть сейчас Галина, судя по всему, 15 минут будет просто орать по телефону. И именно благодаря тому, что у нее есть возможность вот так вот орать по телефону на работе, она не создает себе проблем за ее пределами, чтобы там иметь возможность орать. Спокойно, видимо, от дома до работы доезжает. Но дома пар к ней вернется, конечно, в меньшей степени, чем у нее был он утром, потому что все-таки за рабочий день у нее была возможность этот пар спустить, и дома язвить она будет. Не сможет не язвить. Нужно же находить выход этому пару. Это важная тема. Именно поэтому ей просто необходимо работать. Потому что совсем скоро, когда Галина начнет налаживать свою личную жизнь, у нее не будет желания здесь кричать, потому что в личной жизни через любовь, взаимодействие и заботу у нее будет возможность этот пар выпускать. А я буду вам звонить и интересоваться, как идут дела. Чтобы иметь возможность на вас бочку катить, понимаете, да? Потому что в конце концов я живу в одной квартире со своей дочкой и ее мужем, поэтому у меня пар копится, баллоны напрягаются, стенки разрываются, и поэтому мне крайне необходимо использовать вас, чтобы иметь возможность на вас кричать, когда я вам звоню. Так должна была сказать Галина, если бы называла вещи своими именами. Но нет, это процессы неосознаваемые. Именно для того, чтобы человека уберечь от лишнего стресса, лишнего стресса, понимаете, да? Она в действительности от всей души уверена, что повод катить бочку есть. Потому что, если у руководителя нету повода катить бочку, он выстраивает такие взаимоотношения с каждым своим сотрудником, что все выполняют поставленные задачи без гнева, без жалости и без сожаления, а уверенно, холодной рукой, стальным кулаком, в бархатные перчатки и без соплей. А наличие соплей, истерик и эмоций, это всегда следствие того, что человек не научился иначе их себя выплескивать. Дедушка этот ее заместитель. У него уже агрессивности гораздо меньше, гормоны так активно не хлещутся в нем, жирным фонтаном, гигантским давлением, понимаете, да? Он уже поспокойнее, ждет завершения рабочего дня, чтобы отправиться уже и дальше, доживать свою жизнь и старость. Здесь тихонечко свои задачи выполняет, на рожон не лезет, спокойно живет. Это здесь, таким образом, на мой взгляд, создатели фильма демонстрируют разное отношение к происходящему, именно исходя из того, а что из себя представляет человек, как сосуд. Трудно работать, переходите на другую должность, переведем. Ах, не просите? А раз не просите... Вот он к концу рабочего дня колбасу из холодильника вытащил, наверняка на обеде втихаря в магазин сходил, или может быть даже в рабочее время, и положил эту колбасу в холодильник, чтобы не портилось. И уже примерно к концу рабочего дня, протирая штаны в течение дня достаточным образом, достает эту колбасу, чтобы потихонечку уже готовиться к отходу. Но, учитывая, что Галина-то домой не спешит, у нее есть необходимости дальше здесь пар выпускать и создавать для себя поводы пребывать здесь, учитывая, что дома ей очень некомфортно, она его, конечно, задержит. И он задержится. И вот так вот здорово в комедийной форме это здесь показано. И ходите на работу, на эту работу, то будьте любезны выполнять ее. Все. Аж выдохнуло, знаете, как кончило, как, знаете, напряжение сняла, как, знаете, ну, наконец, ох, сказала она. Спускать пар, снимать напряжение тема важная, потому что, если этого пара и напряжения станет слишком много, то человек в человеке уснет и проснется животное, которое будет искать лбом своим пулю. Ваше спокойное состояние, как и спокойная гладь воды, лучше отражают реальность. Галина Аркадьевна, так я пойду? Вот сотрудница Галины Аркадьевны, да, четко прислушивается ко времени и только тогда, когда ровно в 18.00 открывает дверь, получает разрешение и уходит, потому что и у нее в голове звенит этот школьный звонок, услышав только который, можно, наконец, протирав свои штаны, попу поднять и бежать домой или на перемену. Имейте в виду. Конечно, в этом ничего плохого нет, потому что есть люди, которые просто выполняют поставленные задачи, лишний раз не включая голову, но таких совсем скоро будут заменять роботы, а есть ультрапрофессионалы, для которых важно это создание наилучшего результата, постоянное развитие и прокачка в их деятельности, роботы их заменить никогда не смогут и такие всегда будут востребованы. Предупредите Николайчиков, чтобы он завтра прямо с утра с проектом приказа ко мне. Так он ушел. Как ушел? Все ушли? Седьмой час? Все ушли, седьмой час, только-только ровно стало 18.00, а уже всех как ветром сдуло, исчезли. Видите, да? Интересное отражение эпохи, отсутствие конкуренции и всегда наличие работы это все-таки тепличные условия, которые позволяют давать работу даже лютым лентяям и халтурщикам. Конечно, время, которое проводит человек на работе не является определяющим фактором его профессионализма, но красноречиво, если люди ждут «О, наконец, шесть часов, можно бежать с работы». И коммунатор тоже ушла. Ну а мой дорогой заместитель что, тоже ушел? Здесь. Куда ж он денется, пока вы тут? Вот в картине мира этой сотрудницы, если человек чуть-чуть хотя бы задерживается после шести на работе, то он неукиный, слабый и слабак. Обратите внимание, как она ртом своим вещает голосом стаи. Как принято в стае, так должно быть принято везде, заклинает она свою начальницу. Не знаю, он мне ничего не говорил. А вы, естественно, ничего не спрашивали. А вы мне этого не поручали. А сами догадаться, вы не могли. Остался еще пар в пороховницах, значит, у Галины. Вот имеет возможность здесь и на заместителя своего бочку покатить, чтобы полностью успокоившись и выдохнув, уже с работы уйти, задержавшись. Несите данные за прошлый месяц. Что? Сейчас? Да, сейчас. На ночь глядя? У нас с вами ненормированный рабочий день, дорогой мой. У нас с вами ненормированный рабочий день, дорогой мой. Да, обратите внимание, смотрите. Она на него кричит не потому, что у них ненормированный рабочий день. Нет. Она использует факт ненормированного рабочего дня, чтобы иметь возможность на него кричать, используя эту ненормированность рабочего дня как аргумент. У кого есть необходимость подцапаться с кем-то, поконфликтовать и погневаться, тот всегда для этого повод найдет и будет казаться в первую очередь в своих собственных глазах праведным. Это праведный гнев и он прав в этом. Да и то сидишь как на иголках. Мне жена вон сколько написала. Ну вы идите. Если вам так надо, идите. Да, можно. Конечно, мой дорогой. А тот же не попадет из-за меня. Да ладно уж. Что там? Из двух зол. Вот дедулю жалко. Дома его пилят, на работе его пилят, везде его пилят. Но он, наверное, не знает, что люди относятся к нему именно так, как он упрашивает их вести себя по отношению к нему. Имейте в виду, мои дорогие, это важная тема. Он может пребывать в иллюзии, что его никто не понимает и обижают все, но нет, он сам просит всех с собою вот так вот обращаться. Шкодят малыши и не просто шкодят, а шкодят именно за мгновение до того, как придет мама Лида, чтобы показать ей, ну посмотри, какие мы малыши, разве мы не прекрасные малыши. Ну продолжай и дальше быть для нас нашей мамочкой, мама Галя. Потяну. Как вы думаете, вот интересно, если бы Лида и Игорь жили бы отдельно, упорядочивали бы они время таким образом, такой игрой? Я думаю, нет. Видимо, просто воскрешаются у них воспоминания того, как они проводили время в детстве перед приходом родителей с работы, и вот здесь они воспроизводят те же самые поведенческие движения. И реакция их точно такая же, как их была реакция в детстве. Игорь засмущался, оцепенело, столбенел, стоит, опускает свой взгляд, стыдно ему, и смеется, и веселится Лида, и обвиняющий на них обоих смотрит Галя. Ладно бы, если это бы здесь происходило, тогда, когда малышам по лет 10-11-12. Но им-то уже давно за 25, судя по всему. Мне никто не звонил? Нет. Съехать с кукухи взрослеть-то хочется, а вот условия и обстоятельства не дают. Вот, между прочим, Игорь, он прав, когда говорит, что ты... Не совсем так сказал. Игорь стоит за дверью, подслушивает, волнуется. А как мама-то отреагирует, что у нас с Лида и будет малыш? Представьте, да? То есть факт того, что он волнуется, и факт того, что ему важно, как Галина на эту новость персонажа, понимаете? Вот, кстати, почему ты не позволяешь так говорить по своей мать? Мамочка, я ему не позволяю, но иногда он прав. Хорошо этот крючок парирует здесь Лида, потому что Галина вызывает необходимость у Лиды оправдываться перед нею, а Лида всегда юмором здесь отражает любую атаку. И в то же время как бы немножечко показала, ну, все-таки он же иногда прав. Но помните, да? Вместо того, чтобы думать, какими речевыми тонкостями, каким настроем, техниками выходить из этого положения возможного конфликта, который совсем скоро будет здесь разворачиваться, следует лучше подумать о том, как поскорее обеспечить себя другими обстоятельствами, уже оставить маму в покое, дать ей возможность самой обустраивать свою жизнь и самим разрешить жить на отдельной территории, как полноценная семья со своими границами своей семьи. Вот если был бы жив твой папа, он никогда бы не позволил унижать меня в собственном доме. Но тебя никто и не унижает. Если был бы жив папа, я думаю, он нашел бы в себе силы и мудрости бы ему точно хватило, чтобы четко обозначить своей дочке, что ей и ее мужу и обозначить ему следует жить где угодно, но не здесь, не в этой квартире, не на этой территории, потому что им уже пора самим территорией обзавестись. А если они не нашли способа это делать, то значит и жениться им пока рановато. И между прочим, мамочка, в своем собственном доме ты могла бы повнимательнее быть к своей собственной дочери и к своему собственному зятю. То есть, обратите внимание, Лиду тоже можно понять. В ее картине мира, судя по всему, жить вместе со своим мужем на квартире своей мамы и папы, понимаете, да, это нормально абсолютно, жить вместе в ее картине мира. И судя по всему, в картине мира Игоря это тоже нормально жить здесь. И поэтому, конечно, здесь надеяться необходимо на самого старшего, да, вводящего и мудрого, которым я здесь вижу именно Галину. То есть, здесь еще Лида виноватит свою маму, типа, мама должна более активно подтирать за ними все их проблемы. Как трогательно. В принципе, она же здесь, Лида, жесть проговорила от и до, типа, ты, мамаша, недостаточно хорошо за нами ухаживаешь и следишь за нами ты плохо и заботишься. Плохо ты за нами, понимаешь, да? Хотя, по факту, здесь пора уже и детям, этим подросшим, немножечко о родителях своих, о маме в данном случае, заботу проявлять. То есть, наоборот, все должно быть. Во-первых, он у меня не собственный. Да, я его себе не выбирала. Говорит Галина, как бы подразумевая, что выбор у тебя плохой, раз ты выбрала Игоря себе в мужья. Но еще раз, важный момент. Игоря делает плохим в глазах Галины, мамы Лиды, не свойство Игоря как такового человека, а тот факт, что он проживает здесь. Поэтому она будет обратной рационализацией находить повод его не любить. Просто лишь потому, что они тут живут вместе в одной квартире, что является неправильным. Во-вторых, ты меня даже не спросил. Хочу ли я, чтобы ты выходила за него замуж? Далее, учитывая, что Лида зависит от своей мамы, живет вместе с мамой на ее квартире и еще взяла так и вероломно пригласила сюда своего мужа, это тоже красноречиво говорит о ней, как о персонаже. Учитывая, что она находится в зависимом положении, конечно, ей было необходимо согласовывать все эти моменты со своей мамой. Она же на ее территории живет. А вообще, изначально такие вводные условия уже подразумевают, что это дело в реальной жизни ничем хорошим не закончится. По-хорошему, Лиде было необходимо сначала обеспечить себя, взаимодействуя со своим мужем, четко для себя отдавать отчет в том и для мужа, то есть и им, обоим, для себя самим, что они могут жить самостоятельно, что они прожили год, например, самостоятельно на отдельной территории со своим хозяйством, со своими бытовыми условиями. Допустим, еще раз, как я выше говорил, если вы скажете, но если у них нет возможности финансовой, да и хотя бы комнату в коммуналке бы, если они сняли, даже нет необходимости ее покупать, пожить со своим хозяйством, свои бытовые условия, понять в поле, в деятельности, каковы они друг для друга и только потом позволять себе роскошь вступать в брак. Только так. А в противном случае это все лишь лотерея, потому что даже если они окажутся на отдельной территории ввиду того, что мама Галя станет слишком старенькой, например, и прочее, то это всегда лотерея. Непонятно, как они будут уживаться друг с другом, когда у них нет третьего, против которого они объединяются. Семья — это система в первую очередь. И каждый элемент этой системы имеет важное значение. Ведь может быть мирный тихий храб мамы Лиды в соседней комнате может вызывать проблемы в половой жизни у Лиды и у Игоря. Эти два индивида это в первую очередь же женщины, как-никак. Конечно, у них не может не формироваться вражда друг другу за территорию здесь, но все-таки факт того, что они друг для друга культурно являются матерью и дочкой, их враждебность друг к другу этим фактом подавляется. Но тем не менее, тихонечко между срок они язвят. А жили бы в разных квартирах, тогда бы язвить не пришлось, потому что обстоятельств для этих язвы тогда не было. Я перестала быть хозяйкой в доме. Я перестала делать, что я хочу. Ходить, в чем я хочу. А это Галина правильно говорит. Пригласила в свой дом, получается. Вернее так, ее поставили перед фактом и оказался у нее дома совсем левый для нее человек это Игорь, муж Лиды. И, конечно, от этого Галина не может не начинать тосковать, потому что она тоже здесь не как хозяйка. И вот именно из-за того, что здесь все как гости и порождаются такого рода проблемы, есть что я хочу. Спать сколько я хочу. Я теперь все время должна оборачиваться и спрашиваться. Поэтому Галине здесь. Вместо того, чтобы так вызывать жалость к себе и говорить намеками и подразумеваемыми разными соглашениями, ей необходимо сказать, значит, вы мои молодые, хорошие. Давайте обозначим срок, в рамках которого вам необходимо отсюда съехать. И давайте сделаем так. Первый платеж за аренду квартиры или комнаты в коммунальной квартире я вас поддержу и готова взять на себя половину оплаты первого месяца. А потом вы, мои дорогие, уже сами. И давайте договоримся, что мы с вами просто будем продолжать созваниваться. Два раза в неделю я буду спрашивать, как у вас дела, рассказывать, как у меня дела. Буду рада видеть вас. Вы будете меня навещать один раз в месяц. И так будем жить. Да, может быть, в первые разы это будет немножечко стрессово. И для вас, вы же ко мне привыкли. И для меня, я тоже привыкла иметь возможность на вас бочку катить. Но так будет лучше в долгосрочной перспективе для нас всех. А понравится ли это мне, дорогой Мусач? Но тебя же никто не просит. Но тебя же никто не просит. Продолжает здесь играть Лида в дурочку. Да какая разница, просит ее об этом Галину, да, просит ее кто-то так себя вести или нет. Какая разница? Само наличие здесь чужого человека уже вызывает необходимость как она по дому ходит, что она ест, когда она встает. Ей, грубо говоря, даже здесь в трусах не походить, даже если хочется. То есть в поведении Лиды мы видим то, что происходит с человеком, когда у него не было создано условий для того, чтобы он мог повзрослеть. Она продолжает играть в глупенькую дурочку. Но, мои дорогие, именно такой ее, ее мама и видит. Поэтому как дочке то не соответствовать таким сильным активным ожиданиям? Да. А когда чужой? Мужчина в доме. Мамочка, он не чужой. Продолжает играть Лида в дурочку. Мамочка, он не чужой. Ну, конечно же, он чужой, в конце концов. Но она настолько старается это не понимать, чтобы иметь возможность дальше на маму бочку катить. Спасибо. Спасибо, сказала Галина. Да, вместо того, чтобы сказать, слушай, доченька, я тебя очень люблю, ты моя дорогая дочурочка, но ты знаешь, все-таки нам необходимо жить отдельно, потому что это важное условие формирования здоровой семьи. Все-таки вашей семьей являетесь вы вдвоем. Я не член вашей семьи. Я мама твоя, имея это в виду, да, у меня должна быть по-хорошему в дальнейшем и своя семья, если я посчитаю нужным ее создавать, да. Но таким образом, мало того, что я и вам вдохнуть грудью полной не даю, и вы мне тоже. Поэтому плавно нам необходимо расходиться. Что думаешь по этому поводу, дочурка? Давайте соберем семейный совет и обмозгуем, что для этого конкретно мы будем делать и определим сроки, даты и так далее. Но вместо этого Галина сказала спасибо, чтобы иметь возможность и дальше страдать здесь в тесноте. И важным моментом является, что оба эти ребенка, да, муж и жена, они оба здесь способные, они способны зарабатывать деньги и, судя по всему, они и так деньги зарабатывают. То есть у них возможности для этого все есть. Но видите, выигрыш у них здесь именно в том, что мало того, что молодые имеют возможность продолжать и дальше быть детьми, так еще и Галина имеет возможность и дальше быть ругающей мамочкой. Подожди, подожди, пойдут дети. Подожду, долго уж. Подожди, подожди, вот пойдут дети, поймешь, да, говорит здесь Галина. Но обратите внимание, как ей на эти слова отвечает Лида. Да недолго уже осталось, скоро ты получишь у меня, мамочка, покажу я тебе, как с ними возиться ты будешь и никуда не денешься. А вот с этим как раз торопиться не следует. С этим торопиться действительно не следует, это процесс необратим в конце концов. И помните выше, необходимо им сначала пожить самостоятельно на отдельной территории некоторое время, чтобы пройти полностью этап добрачного периода, да, и полностью самим заниматься бытовыми хозяйственными вопросами, чтобы понять, какова у них иерархия, как они вместе живут, когда их не кормит мамочка, когда им необходимо самостоятельно обустраивать свой быт. И только после этого, когда им полностью комфортно, и они создают для себя комфортную среду, и когда они готовы к этому моменту, они могут позволить себе роскошь работать над малышом. Надо пожить, присмотреться друг к другу, а уж потом. Надо пожить, присмотреться друг к другу, а уж потом, говорит Галина. Правильно, но пожить-то надо не с тобою им, а друг с другом. Почему же ты удерживаешь в них необходимость жить с тобою? Почему не отпускаешь? Раз вы живете вместе, даже если тебе это не нравится, но что происходит, то и цель здесь, понимаете, да? Значит, и твоя есть выгода в том, чтобы их при себе держать. Правильно говорит здесь мама Галя? Необходимо вместе пожить и понять, что к чему. Но не здесь, а на отдельной территории, где они смогут свой быт и свое хозяйство вести. То есть, даже 20 лет, если они проживут здесь вместе с мамой Лиды, это ни о чем не говорит абсолютно. Потому что, если мамы Лиды с ними не будет, их брак может рассыпаться как карточный домик, потому что в их браке, как в системе, может оказаться, что мама Лиды это важнейший элемент, который их искреплял, имейте в виду, позволяя им объединяться против этой мамочки, а без нее их ничего объединять и не будет. Это важная тема. Мамочка, а мы уже присмотрелись. Мамочка, а мы уже присмотрелись, говорит здесь Лида. Но то, что вы присмотрелись, это вообще не красноречиво, потому что вы живете на одной территории с мамочкой. Но Лиду, учитывая, что она играет дурочку, здесь можно понять. Мама Галя начинает пугаться, хотя в принципе это отличный повод предложить им отсюда съехать и дай сказать это отлично, здорово, дочка, слушай, вы такие большие молодцы, это прекрасно и это значит точно сейчас подходящий момент, пока у тебя животик не слишком большой и пока ты очень мобильна, это вам заняться вашим переездом. Поэтому я поздравляю, потому что в действительности ваша семья начинается со дня вашей совместной самостоятельной жизни и как раз у вас есть возможность полностью обустроить свое хозяйство и подготовиться к рождению вашего малыша. Поэтому здорово, поздравляю, чего Игоря-то не зовешь? Игорь, заходи, Игорь, мужчина, так держать молодцы, понимаете, да? Но вместо этого это же все-таки фильм не без драматизма, сейчас будет мама Галя переживать по этому поводу, потому что уже по умолчанию строит у себя в голове картины, что она должна будет вынуждена ухаживать и растить своего внука или внучку. Хотя с какой стати? Нет-нет-нет, это задача непосредственных родителей, которым нельзя позволять садиться на шею к бабушкам и дедушкам. Ни в коем случае, только по желанию, иногда по обоюдному согласию, когда бабушки и дедушки хотят, но не в обязаловку. Поэтому здесь маме Гале нужно твердо и уверенно научиться говорить нет, но самое коварное, что не говоря нет, она только вредит-то по факту. Ладно, в этом фильме это все позитивно будет завершаться, и то в силу случая и лотереи в жизни не позитивно. Это все может развиваться, мои дорогие, не позитивно. И такое ощущение, будто бы эти малыши специально и залетели, чтобы иметь возможность посмотреть, а как мамаша-то на это дело отреагирует. Смотрите, как жадно Лида на мамочку смотрит. Вы, может быть, подумаете, Альберт, ну чего ты так лютуешь? Какая прекрасная девушка Лида решила обрадовать свою маму, видите, ждет от нее радость в ее лице и так далее. Да, все было бы именно так, если бы не одна переменная в этом уравнении. Они живут вместе с мамой, понимаете, да? Поэтому для меня здесь рождение ими их малыша это как подлянка, как будто они собаку в кровать маме кладут, понимаете, да? Потому что, если бы они об этом так говорили бы, да, с улыбкой, проживая на отдельной территории и будучи полностью независимыми от мамы Гали, то тогда я бы сказал, смотрите, как они рады, пытаются здесь обрадовать свою мамочку, что у нее скоро внученочек появится и они ничего не требуют от нее, понимаете? А наоборот, рады ей и рады эту новость ей сообщить, то тогда другое дело. Но здесь-то, понятно, совсем другие переменные выравнения ей. Так, я узнаю это, между прочим. Мама Галя не хочет в это верить, уже строит много негативных, ужасных картинок, как ей будет необходимо регулярно малыша кормить, менять ему подгузники, стирать пеленки и так далее. То есть, смотрите, здесь тоже очень важный тонкий момент. В картине Мира Галины она не воспринимает своих детей, видите, я хочу сказать своих детей, да, это не просто так, это оговорочка, для нее же реально эти малыши, как ее дети. Смотрите, в ее картине Мира, мои дорогие, она не воспринимает свою дочку и ее мужа как взрослых, самостоятельных людей. То есть, она даже не ведает возможность того, что они могут быть достаточно взрослыми, чтобы себе позволить отсюда съехать. И именно это здесь и проговаривается. Ее реакции ей, она сейчас начнет плакать, истерить, и суетиться, типа, какая кошмарная жизнь ее ждет. То есть, она находится под колпаком своих ожиданий, что ее дочка и ее муж ни на что сами не способны и вечно приходится им помогать и за ними ухаживать. Это является здесь первопричиной. Это то, что она сама в своем воображении кастрирует их способность самостоятельно свою жизнь выстраивать. Это важный момент. Потому что, если бы в картине мира мамы Гали ее дочка была бы крепким человеком, самостоятельным, которым бы она гордилась и восхищалась, она бы сказала бы отлично, мои дорогие, это отлично вам повод уже сейчас обозначить свой переезд и строить, наконец, свое гнездо. Поздравляю вас, рассказывайте, какие ваши дальше планы. Видите, как каждой своей реакцией человек обнажает свое отношение. Вы просто вслушиваетесь в детали между строк, внюхиваетесь и выносите на поверхность разные гипотезы, изучая все это как систему. Мамочка, ну почему же, между прочим, когда я к тебе вот с этим вот пришла, а ты сказала к ужину? Здесь Лиде не хватает добавить слово дурочка после этой ее фразы, которую она адресует своей мамой. Типа, ну что ты мне теперь сделаешь, мамочка? Вот такая вот тебе подляночка. Будешь теперь не только ухаживать за нами двоими, но и за нами троими. Ты же обязана, ты же должна, ты же такая. И тоже важный момент. В картине мира не воспринимает Лида свою маму как вполне себе здорового и самостоятельного и свободного человека. Лида, будучи избалованной девочкой, воспринимает свою маму как свою рабыню. Значит, к ужину никого не будет. Нет, успокойся. Успокойся. Очень красноречивая, интересная сцена, поучительная. В первую очередь необходимо это дело изучать и думать, о чему здесь учат создатели фильма своего дорогого зрителя. И помните, с вами Альберт Сафин, автор и ведущий курса развития вашего стратегического мышления. Имейте это в виду. Я выношу на поверхность ряд гипотез вместе с вами. Немножечко я аккуратно препарирую я этот фильм как художественное, плотное, насыщенное, толковое произведение. И самое главное это вам задаваться вопросом хорошо, Альберт, а что из этого я могу добавить в свою жизнь? И если хотя бы одна из идей, которую вы здесь услышите, будет для вас по-настоящему полезной, особенно в долгосрочной перспективе, мои дорогие, это будет для меня большой победой. Смело делайте для меня известными ваши открытия. Успокойся после всего, что я услышала. Мамочка, миленькая, успокойся. Я же все очень хорошо перенесу. А я? Мамочка, успокойся, я же все хорошо перенесу. Видите, в картине мира этой избалованной девочки весь мир должен кружиться вокруг нее здесь. И у нее исключительно потребительское отношение к своей маме. Но, конечно, такое отношение Лиды к ее маме было сформировано кем? Ну, конечно же, ее родителями. То есть, имейте это в виду, какими намерениями? Самыми позитивными. Иногда говорят, благими намерениями. Поэтому, на мой взгляд, крайне важно изучать, из каких этапов состоит жизненный цикл семьи. И что это вообще такое? Что значит заранее договариваться и превращать подразумеваемые соглашения в выраженные? Что значит границы семейной системы? Конечно, вопрос в том заключается, будет ли способность у детей понять вообще о чем речь. Ведь зачастую, что в лоб, что по лбу. Но, на мой взгляд, класс 11, например, или первые курсы учебного заведения, посвящать этому время лишним не будет. Имеющий уши услышит. Но, в первую очередь, конечно, чтобы не полагаться на систему образования, необходимо самим родителям обучать своих детей этапом жизненного цикла семьи, которые, знаете, являются архиважными для понимания. Мама, ну не все же будешь делать ты. Ну не все же будешь делать ты, да, обратите внимание на эту изящную и гениальную игру актеров, да, как это здорово здесь показано все. Но, конечно, тем самым Лида говорит, мамуся, мы полностью все на тебя, на твои плечи будем вываливать, и ты все будешь делать за нас. Они будут упрашивать маму уйти с работы, чтобы она полностью свою жизнь подчинила, необходимости уходу за своим внуком. Это важная тема. Но если она этого не хочет, зачем ее заставлять это делать? В карте мира Галины у нее еще жизнь впереди, и она очень даже не старый человек, она очень даже, знаете, в самом соку здесь, в принципе, да, да, и здесь действительно в фильме и будут разворачиваться и ее взаимоотношения. Но, конечно, ее дочка, я думаю, мамочку уже со счетов списывает, и помните, какое у нее отношение к ней, как к слуге. Вы нам только немножко поможете. Да, обратите внимание, Игорь подслушивал, как там будет мама Галя на это все дело реагировать, потому что чувствует, как будто бы они подлянку делают, чувствует, что они поступают неправильно, нечестно по отношению к маме Гали, понимаете, да? Именно поэтому сидит на измене, слушает внимательно, потому что боится, а страх и боязнь у человека есть только тогда, на мой взгляд, когда он понимает, что он врет и хитрит. Конечно, если бы у него было все четко на мази, организовано, самостоятельное жизнепространство, где они могут развиваться, как семья полноценная, вдвоем, а потом втроем, с малышами, вчетвером и так далее, то тогда его бы даже вообще не интересовало, как мама Галя на эту новость отреагирует. Да он бы сам был из тех, кто бы ее об этом проинформировал. Вы нам только немножко поможете. Вы нам только немножко поможете, да? Обратите внимание, и он тоже рассчитывает на Галину, ставит ее перед фактом и требует необходимости, помощь она должна им оказывать, да? Вот знаете, этих ребят хочется назвать спиногрызами. Все в доме придется делать мне. Видите, ее убеждение в том, что все в доме придется делать ей, когда Лида залетит, находит свое подтверждение, и это важный момент, потому что в ее картине мира Лида и ее муж не самостоятельные люди, а дети. А вы меня спросили. А вы меня спросили, и имеет основание, кстати, так говорить, почему, потому что они живут на ее территории. Перед тем, как присмотреться друг к другу, вы меня спросили, хочу ли я отказаться от собственной жизни. Мама. Видите, в картине мира Галины появление внуков это ее отказ от собственной жизни. Может быть, именно поэтому она и подчинила свою жизнь необходимости выращивать свою дочку с ее мужем в своем здесь хозяйстве. Хотя, в принципе, это же, помните, я выше говорил, любое событие, ситуация, как бы сами по себе являются нейтральными. И здесь задача именно Галины, как старшей здесь, да, это окрасить, это события в позитивные, веселые краски. Это отличный повод, молодым, съезжать отсюда. Ну что, мама? Вот. И возможность поконфликтовать и побросать друг в друга шум у них появилась. Понятно вам теперь вот эта фраза, с которой я начал, мои дорогие, этот разбор, где то, что человек чувствует, переживает и думает, во многом является не его свойствами, а следствием конфигурации территории, в которой он находится. Потому что, если бы Лида проживали бы с Игорем на отдельной жилой площади своей, ввели свое хозяйство, были бы полностью независимы мы от мамы Гали, в финансовом плане и в эмоциональном плане, да, и четко бы дали ей понять, что они готовы к этому моменту, они готовы рожать, готовы воспитывать, готовы ухаживать, и это им в радость, то тогда бы совсем иначе бы приняла эту новость Галина. Это важная тема, видите, как обстоятельства они решают, но это была бы совсем, мои дорогие, другая история. Простите, Галина Аркадьевна, Лида, мама, наверное, где-то права. Подслушивающий Игорек начинает здесь подлизываться к маме Гали, типа, она где-то права и стреляющими, бегающими глазками гуляет слева направо, справа налево. Это тоже важная черта его поведения. То есть, смотрите, в этих условиях он оказался перед необходимостью демонстрировать приемы лютейшего каблука. То есть, если даже у него есть желание и возможность расправить свои крылья свободным львом, то здесь нет для этого даже возможности, потому что внешнее давление заставляет его сидеть смирно и покорно. Поэтому давайте сквозь время и пространство отправим Игорю в голову следующую идею. Игорь, пора съезжать, мой дорогой. Растишь, растишь, дочь, одна без мужа. Думаешь, вот на старой следствии будет помощь от Рада. Растишь, растишь, дочь, одна без мужа. Думаешь, будет потом от Рада. Судя по всему, муж у нее умер и папа ее дочки, видимо, когда дочка была совсем-совсем юная. И это, кстати, тоже красноречивым моментом здесь является. А получается, все наоборот. Все наоборот получается. Мамочка, ему же все делают. Да, особенно он. Ему некогда, он диссертацию пишет. Ему некогда, он диссертацию пишет. Ну так пока рано думать о браке, рано думать о детях. В первую очередь, необходимо обеспечить себя возможностью обустроить себя, закрыв бытовые потребности, понимаете, с хозяйственной точки зрения, с точки зрения пространства, территории, границ своего брака и союза. А здесь получается очень смешная ситуация, которая только лишь сильнее его кастрирует. После таких ситуаций, может быть, он начнет испытывать трудности в сексуальном плане. Даже как-то хочется, но не можется теперь у него может быть вполне вероятно. Когда активно его женушка отмазывает его и защищает его, тем самым, конечно, сильнейшим образом лишь он как мужчина тает, как снег весной и просыпается на его месте ходячий, послушный каблученочек. Лучше бы мусор выносил. Почему это, собственно, лучше? Лучше бы мусор выносил, говорит мама Галя. Ну, во-первых, у них здесь не организован распорядок, что конкретно, кто и когда должен делать. Нет выраженных соглашений, кто выносит мусор, кто ходит в магазин, кто зарабатывает деньги и прочее. То есть, отсутствие этих выраженных соглашений и наличие соглашения подразумеваемых, типа, а я думал, ты должен это делать, а я думал, ты должен это делать, это всегда удел бедняков, имейте в виду, и наличие таких соглашений всегда приводит к разбитому корыту. Но сейчас даже не об этом речь идет. Сейчас самое главное, как он огрызается. А почему это, собственно, лучше, говорит он. Мало того, что он на чужой территории живет, так еще недовольный, неблагодарный такой здесь. Но помните, фильм это, мои дорогие, позитивный. То есть, совсем скоро все персонажи начнут расцветать в лучшую сторону, мозги приобретая. Вот ведь. Смотрите, это важный момент, потому что этих малышей на данном моменте, этапе их жизни объединяет друг с другом только лишь возможность объединившись действовать на зло маме. То есть, мама, как третья сторона, как враг, удерживает устойчивость их как системы, и этим это делает их брак очень даже шатким, понимаете, они полагаются на лотерею. А скажет, что это я разбил. Так, вместо того, Игорь, чтобы думать, что делать, когда мама Галя начнет на тебя бочку катить, ты лучше не создавай себе ситуации таких. Жил бы в другом месте, не требовал бы от себя необходимости оправдываться перед нею каждый день. А он же здесь и проживает, и оправдывания его, они красной нитью проходят сквозь всю его жизнь. Вы понимаете, да, как среда и обстоятельства заклинают в человека соответствующую бытийность и состояние сознания. И потом оно плавно растворяется во всей его физиологии и продолжает себя по роду дальше. Игорь, не переживай. И вот их треугольничек здесь драматически разворачивается, в котором Игорь жертва, Лида спасатель, все будет хорошо, не переживай, а мама Галя преследователь. И в течение фильма они будут переключаться здесь по ролям. И, конечно, самым лучшим антидотом к этому драматическому треугольнику является использование пространства, как союзника разъехаться. Я так часто об этом говорю. И даже здесь, если дорогой зритель возьмет для себя в качестве важной идеи, что пространство может быть или вашим союзником, или вашим врагом, это, мои дорогие, будет большой наградой для каждого из нас. А вдруг ее еще твой папа купал? Его больше заботит, а вдруг этот сломанный фарфоровый объект папа покупал, который почил уже, да, к сожалению, здесь Лидин имеется в виду. Потому что до настоящего момента регулярно мама Галя катила бочку на Игоря, если он хотя бы царапину на стене оставит, типа эти обои папа клеил. Но по факту он сейчас узнает из уст Лиды, что ничего из этого папа не покупал. Эта легенда необходима, очень необходима маме Гале, чтобы иметь возможность более драматичными делать свои истерики и наезды. И маму Галю можно понять, потому что сама конфигурация территории заклинает ее так себя вести. Игорь, папа терпеть не мог ходить по магазинам. Да? Да. А послушай, твою маму все в вашем доме покупал твой папа. Ой, Игорь, примитивный ты человек. У нас будет маленький мальчик. Маленькая девочка. Дети будут рожать детей. Осторожно, не уроните. Игорь, молодец. Осторожно, не уроните, кричит мама Галя. Да, обратите внимание, она твердо убеждена, без нее никуда. И вообще, она наверняка уверена, если бы она этот совет сейчас не дала, то точно бы уронили. Сами понимаете, нужна. Спасатель нужен всегда. В кавычках. Игорь, ну как вы держите неуклюжим? Надо же таким уродиться. Эх, насколько же высока ее потребность продолжать всегда считать мужа своей дочки и дочку свою детьми, которые ничего сами сделать не могут. Пустите, не умеете. Осторожно, головка. Осторожно, портфель. Ну, Игорь и сам не против согласиться с тем, что да, действительно он не умеет, и поэтому свою дочку своей тещи дает. Да, пусть она несет как победитель, это ее третий ребенок вылупился, двое детей у нее уже есть, это ее дочка и ее муж, и вот третий появился. Что просили, то и получили. Нет, 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 это самое опасное место. Садитесь вы сюда. Лида. Вот, смотрите, как Галина командует, да, обратите внимание, ей нравится все, что здесь происходит. Могла сложиться такая иллюзия, что она была расстроена из-за того, что ей придется дома нянчиться и с третьим малышом, но нет, видите, чувствует себя занятой, командует здесь, ну и так далее. Лида, как им радостно найти теперь повод из дома выбежать, потому что дети, потому что чувствуют стресс от нахождения вместе с малышом. Так вот, слушайся бабушку, а то в следующий раз с тобою сидеть не будет. Но у бабушки никто ее не спрашивал и вообще у бабушки у самой дела и сейчас здесь они будут все друг на друга кричать, потому что не смогли договориться, кто что делать будет дальше. Кто за что ответственный, у кого какое расписание, какой здесь график, именно их нахождение в пространстве подразумеваемых соглашений всегда это первопричина любых истерик и проблем. Я сегодня буду... Поздно. Мамочка, ты разве уходишь? Да, у меня сегодня конференция. Мамочка, миленькая, ну у меня же генеральная репетиция, мне обязательно, ну хоть на часочек, мамулечка. Ну, Игорь, дома. Ну, понимаете, теперь такие проблемы не могут не возникать, потому что не умеют договариваться, составлять график, четко все друг с другом согласовывать, общаться не умеют. И запомните, проблемы в коммуникации и это проблемы во всем. Инусия, кау? Я сегодня буду поздно. Я говорил, надо разъезжаться. Это моя мама. Я же говорил, надо разъезжаться, но какая разница, что ты говорил? Вообще, слова не имеют никакого значения. Если до дела, до результата не довел, даже если очень много говорил, то будь уж добр, тогда и лишнего не болтай. Это во-вторых, и во-первых, ну это же моя мама, говорит здесь Лида. Да, обратите внимание, в ее картине мира съехать от мамы это предательство мамы. То есть она не понимает от всей души, реально не понимает. Она реально от всей души считает, что если они съедут, то таким образом они маму подведут. Вот она чуть ли не в слезах об этом говорит. А почему? Потому что между строк внушалась ей со стороны мамы будь здесь, будь со мной, приводи своего муженька сюда. Да, сознательно и речами своими я буду делать вид, что мне не нравится, но именно своими истериками я буду тебе показывать, что мне нравится. Потому что таким образом у меня есть возможность быть занятой, страдать и хотя бы вас считать виноватыми в том, что я своей жизнью недовольна. Родителей надо любить издалека. Чем дальше, тем крепче. Ты совсем о ней не думаешь. Почему не думаю? Думаю. Родителей нужно любить издалека. Чем дальше, тем крепче. Это важная тема. Но какой смысл, что он об этом говорит, если по факту все не так? Но снова ответ Лиды является красноречивым. Ты совсем ее не любишь. То есть для нее возможность жить на другой территории, на расстоянии от мамы, это значит проявление нелюбви к ней. Хотя по факту именно это и есть любовь и забота. Не вредить, а способствовать процветанию. Другое дело, что я о ней думаю. Игорь. Да, и чем больше внутривидовая агрессия у этих трех особей и на этом ограниченном пространстве уже четырех, кстати, будет накапливаться, тем более дурными будут мысли Игоря касательно его тещи, имейте в виду. Теща это прекрасный человек. Именно потому он и прекрасен, что должен быть на расстоянии, как и любые другие члены родственных связей, за исключением именно вашей личной семьи. Игоречек. Ну славный, хороший. Ну... Тоже интересный момент, как Лида пытается замазать это недовольство у Игоря, выдавливая из себя смех и эти кривляния со смехом выглядят трогательно и печально в то же время. Вместо того, чтобы таким образом такого рода подорожник прикладывать к этой проблеме, надеясь, что подорожник все проблемы решит, необходимо собраться и обсудить, что в связи с этим они выбирают делать, какой у них будет распорядок дня, какой будет график, как они это могут друг с другом согласовывать. И важный вопрос, помните, обозначен выше. Как они могут начать свой плавный переезд отсюда? И тогда не будет необходимости такими кривляниями, как подорожникам прикладывать кране кровоточащий. Какой смысл? Это все только усугубляет положение. Ну ты же все равно опоздал. Ну ты же все равно опоздал. Да, обратите внимание, они друг с другом тоже договариваться не умеют. Но это дети, что с них взять? Ну ты же все равно опоздал. Вымаливает она. Таким образом, у него разрешение ей из дома выйти делами своими заниматься, а ему остаться, да, с Леночкой, с их дочкой. Обратите внимание, что таким отношением к ребенку они делают его обузой. И, конечно, малыш, произрастая, будет чувствовать, что он здесь лишний и обуза для всех, что будет отражаться и на том, как его, ее жизнь будет разворачиваться. Но здесь, конечно, красноречиво это их взаимоотношения. То есть, таким образом, они показывают, что договариваться и разговаривать нормально не умеют. Только лишь намеками. Только лишь намеками. Подразумеваемыми соглашениями. Помните, да? Вечно ты пользуешься моей слабостью. Вечно ты пользуешься моей слабостью, да? Именно поэтому и может пользоваться. И потому что это работает вот и пользуется. Губки тебе построила, а ты делаешь все, что она у тебя попросит. Почему? Потому что вам было необходимо до рождения малыша на отдельной территории обустраивать свой быт и свое хозяйство, чтобы понять, насколько вы подходите по-настоящему друг к другу. Насколько ваш союз может держаться не только на базе сексуальной составляющей вашей жизни, потому что, когда гормоны выливаются жирным соком из ушей, то репродуктивная система может подчинять себе разуму и создавать мысль «Это тот самый человек, я влюбился по-настоящему». Необходимо использовать время и пространство как союзники, чтобы принюхаться друг к другу в долгосрочной перспективе и понять, способны ли мы выходить на диалог, обсуждать, договариваться. Ведь семья это не только тюти-мути, это еще и голос разума. Ну так дальше нельзя. Или надо разъезжаться, или, не знаю, пускай с работы уходит на год. Ну так дальше нельзя. Или надо разъезжаться. Ну так если надо разъезжаться, и ты мужчина в этой семье, так прими твердое решение и скажи, «Итак, мои дорогие, разъезжаемся. Я нашел место, где мы можем жить завтра или послезавтра или через неделю. Плавно начинаем переезд». И точка. И таким образом, даже может быть, они все немножечко посопротивляются, потому что привыкли к этим проблемам и насилию, которое мы здесь видим, ярко выраженному, понимаете, да? Но ничего, пройдет немножечко времени, будут благодарны тебе как батьку. Это во-вторых. И во-первых, он еще говорит, «Ну пускай с работы уходит на год и обслуживает нас». Вот оно, потребительское отношение к теще. А вдруг ей нравится работать? А вдруг это именно то, что является неотъемлемой частью ее жизни, ее структура взаимоотношений там, понимаете, да? Это важная часть ее жизни. И кто он такой, чтобы решать за другого человека, что он должен делать? Но учитывая, что он такой же по умолчанию сынок, как Лида, тоже здесь дочурка, значит, то поэтому такими словами и бросается. Типа все должны ему прислуживать. А он такой здесь, значит, капризулечка. И все вокруг него должны плясать. Смотрите, как, да? Шикарная актерская игра. Аж щечки надул. Пупсичек. Ну поговори с ней. Ты же ничем не рискуешь, в конце концов. Просит Лиду поговорить со своей мамой. Таким образом снимает с себя ответственность, хотя сам живет здесь и может инициировать этот диалог сам. Я рискую осиротить. Поговори лучше ты. Ты предпочитаешь обдавить. Ну вы понимаете, да? Игорь, учитывая, каким каблучком он здесь в этих условиях становится, оказывает давление даже на Лиду, ее шантажируя. Ты предпочитаешь обдавить, да? Раз не можешь поговорить со своей мамой Ю. Хотя он может инициировать этот диалог и все обсудить и полностью модерировать беседу сам. Маленький, я пошла. Ну что, профессор, подписал? Погнал как мальчишку. Погнал профессор Игоря как мальчишку. И обратите внимание, он так отвечает, будто виноватые и ответственные в его неудачах это люди, которые его окружают и Лида в том числе. Понятно, да? Здесь уже разворачиваются эти персонажи для нас нагляднее и становится понятно, почему им даже в голову не приходит мысль о том, чтобы съехать. Потому что это дети, которые виноватыми в своих проблемах считают внешний мир и неких других. Что можно сделать в такой домашней обстановке? Тоже, да, типичное проявление неудачника и каблука, когда он обвиняет других в тех проблемах, которые я сам себе и создал, не организовав пространство своей жизни таким образом, чтобы в пространстве этих проблем не оказываться. Чья это ответственность? Конечно, его. И, конечно, мои дорогие, ответственность — это такая позиция в жизни человека, когда он понимает, что он сам является причиной всех следствий в своей жизни. И здесь далее разворачиваются для нас эти персонажи, которые создают проблемы, чтобы друг друга утешить, поныть и считать, что вот мир несправедливый их не понимает. Ну что же, ребенок? Что же я из-за него теперь должен? Декрет уйти? Лида? Секундочку. Не кричи, ты не думай. Также красноречиво, да, обратите внимание, значит, ребенка сделал, а дальше разумом своим не думает. Видимо, разум обступил. Это во-вторых, и, во-первых, мои дорогие, он еще ныть сюда пришел к Лиде на работу, что тоже красноречиво, потому что боится домой возвращаться, потому что гость, где бы он не был, а внутреннее состояние хозяйское, особенно дома надо быть хозяином, это важно вообще для каждого человека, для мужчины тем более. А разве дома я дома? А разве дома я дома, спрашивает здесь Игорь. Но самое забавное, он же сам так организовал условия своей жизни, чтобы иметь возможность так жаловаться и капризничать. Да, обратите внимание, мои дорогие, и запомните, человек капризничает не в результате того, что ему что-то не нравится, он создает ситуацию такую специально, чтобы иметь алиби и возможность капризничать, таким образом воздействуя на другого человека и в очередной раз убеждаться, что мир к нему плохо относится, а он такой молодец и хороший. Если Лида начинает свою речь и свои просьбы и, знаете, около все идет плавненько, чешет со слов, только давай спокойно, ладно, точно спокойствия здесь не будет. Как тебе не стыдно? Ты сегодня какая-то... Ты себя в последнее время плохо чувствуешь, устала, ты много работаешь. Вот она забота, вернее так, иллюзия заботы. В данном случае Лида хочет использовать свою маму в своих целях, представьте, позволяет себе роскошь быть паразитом в отношении своей мамы. Ты себя плохо чувствуешь, и мы хотим, чтобы ты уволилась с работы и полностью нянчилась со своей внучкой, понятно тебе? Хотя им даже не вдомек, что наоборот, мама их в таких условиях наоборот, на работе отдыхает, понимаете, да? Но мысль о том, что мама им должна вечно для них, учитывая, какие это дети, конечно, их будет разрушать в дальнейшем. И здесь необходимо маме, но видите, чем дальше, тем сложнее. Чем дальше, тем больше усилий надо будет прилагать маме, чтобы отпустить от себя этих детишек в освояси, позволив им самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Это важный момент. Ну а то, что Лида здесь действует из-под тишка втихаря, и сразу не начинает говорить, что ей нужно, а потихонечку актуализирует проблему, типа она проявляет так заботу, это, конечно, не делает ей чести, а просто показывает ее как глупенькую девочку, которая пытается мамочку обхитрить. А кто за меня будет работать? Ты уже за себя ничего не можешь. Ты уже за себя ничего не можешь. Это, конечно, акт обесценивания, который не делает чести и маме Гале тоже в том числе, но мы помним, да, как она регулярно ампутирует возможность у своей дочки взрослеть. Но сейчас речь не об этом. А кто вместо меня будет работать? Сказала выше Галя. Это значит, они живут на ее бюджет. Это значит, она своими деньгами оказывает им медвежью услугу, тем самым ампутируя у них возможность взрослеть. Деньги вещь хорошая. Деньги это хороший слуга, запомните, но плохой хозяин. И получается, Галина делает деньгами, понимаете? Получается, Галина хозяином этой семейной пары делает деньги и в то же время себя. Не зря она здесь сказала, кто вместо меня работать будет? То есть, эти детки сидят на игле своей мамы и зависят от нее и финансово, что непозволительно, мои дорогие. Пусть живут скромно, пусть едят скромно, пусть одеваются скромно, но все это покупают исключительно на деньги, которые зарабатывают сами. Семейную систему деньги, если она получает эта система извне, разъедают изнутри. Запомните это. Нельзя. Запрет. Табу. Деньги только внутри семейной системы должны порождаться и зарабатывать. Их должны члены этой семейной системы. В данном случае семейной системой является, конечно, это Лида Игорь, мама Лиды Галя и их Леночка, дочка, да, этих молодых тоже не дело по-хорошему. Они должны изолировать себя от мамы, жить втроем с дочкой на отдельной территории, сами зарабатывать скромно, да, но сами и жить на те деньги, которые зарабатывают сами. И тогда хорошо им будет внутри, без окаблучивания. Но здесь ответственность на себя должен взять Игорь, на мой взгляд. Потому что Лиде это будет очень сложно сделать, учитывая, в каких парниковых условиях она не сможет перестать быть девочкой. Ну почему я? Причем здесь я? У меня это временно... Мамочка, а тебе надо подумать о себе. Да? Это она такой фальшивой заботой, Ю пытается маму свою купить, отобрав у нее свободу и заставив ее сидеть дома. Вот, чувствуете эти благие намерения, которыми порождается дорога в ад. А может быть, о тебе? С тобой стало так трудно говорить. А потому что ты это редко делаешь. С тобою так трудно говорить. Но помните, про внутривидовую агрессию выше мы с вами говорили. Но еще интересный момент. Потому что ты это редко делаешь. Потому что Лида открывает рот свой и о чем-то разговаривает с мамой только когда? Как вы думаете? Правильно, когда Лиде что-то от мамы надо. Ну ладно, давай. Что там у тебя? Если так, то ничего. Если так, то ничего. То есть здесь, учитывая, что хотела Лида попросить некую услугу своей мамой, она еще так организует диалог, чтобы ее мама упрашивала Лиду эту услугу у нее попросить. Понимаете, да? То есть мама Галя здесь в картине мира Лиды должна упрашивать слезно Лиду, чтобы Лида разрешила себе о чем-то маму попросить. Представьте, как часто разыгрывалась эта сцена на театре их жизни во время антогенеза Лиды. То есть, когда она росла, будучи девочкой, юной совсем в школу поступила, начальную школу закончила. Как часто здесь они воспроизводят сцену, грубо говоря, которая на театре их взаимоотношений воспроизводилась, ну, наверное, тысячи и тысячи раз. Не волнуйся, потому что я не понимаю ничего. Вы хотите, чтобы я оставила работу. Эх, мамаша обломала весь кайф. Не удастся построить бровки домиком, что это так важно, так надо. И это же для тебя мы так стараемся, мама Галя. Понимаешь, да? И смотрите, интересный момент сейчас будет, как ответит Лида. Мам. Ну, ты пойми, сейчас у меня отпуск, да? А потом, меня ведь не смогут все время подменять. Лида делает маму виноватой в том, что она заранее с Игорем не предусмотрели, как будут разворачиваться их события в дальнейшем. Поэтому это архиважно обмозговывать не только то, что вы будете делать, если все будет очень хорошо, но и то, что вы будете делать, если дела пойдут не по вашему плану. Это важная составляющая. Игорь, давай заранее определим, скажет Лида ему заранее по-хорошему, или Игорь скажет ей, Лида, давай заранее решим. А что мы будем вместе с тобою делать, если? Понимаете, да? Что мы будем делать, если бабушка не захочет уходить с работы? Что мы будем делать, если? И так далее. И здесь очень важным будут не те решения, к которым они придут, что они будут делать, если их планы не найдут своей реализации. Самое важное здесь это их способность договариваться и обсуждать их будущее, чтобы это будущее не было для них неожиданностью. И это все тоже компетенция взрослого, как эго-состояния, планировать будущее. А не обязывать других наездами и давлением. Что здесь делает Лида? Типа, это мама Галя виновата в том, что Лиду некому будет подменять и отпуск у нее скоро закончится. Поэтому, мама Галя, будь добра. А певцы знаешь, как не любят, когда у них меняются концертмейстеры? А певцы знаешь, как не любят, когда у них меняются концертмейстеры? Да, Лида является вот этим концертмейстером. Но главная тема заключается в том, что Лида надевает колпаком на голову Гали свои проблемы. Понимаете, да? Это очень дешевое поведение, когда человек кошмарит другого своими проблемами, таким образом подразумевая, типа, это ты виноват в том, что у меня эти проблемы есть и как бы вызывает у него необходимость о нем позаботиться. Здесь в данном случае самое полезное это вы, мои дорогие, очень ценю и уважаю, разрешите, откажу, и в дальнейшем приглашаю вас не возвращаться к этому вопросу. Договорились? Понимаете, да? Если что повторяется, вы повторяете ту же самую фразу разрешите, откажу, и в дальнейшем приглашаю не возвращаться к этому вопросу. Договорились? Потому что нет, это мое мнение здесь и давление, пожалуйста, не оказывайте на меня. Нет, да? Ну и в дальнейшем, если опять человек перед вами не понимает, можно снова сказать ему нет, а потом подумать, может быть, вам с ним не пересекаться пузырями ваших реальностей. Ну и самое главное, мои дорогие, обратите внимание, как много проблем и суеты, и возни появляется здесь, когда заранее неорганизованы условия мудрым образом, ведь им было необходимо еще в брак друг с другом вступать, уже проживая отдельно, и тогда всех бы этих проблем не было. Тогда бы они уже на этом этапе имели бы за плечами ими успешно пройденный развивающий стресс, который бы позволил им обладать достаточным количеством извилин, чтобы и эти задачи, возникающие на пути их жизни, решать, как правильно, успешно. Ну исчезну я надолго, они все разбегутся, и буду я вон в клубах пенсионерам аккомпанировать. Прягает в свою пряжу, значит маму свою, совсем не уважает старую, ни стыда, ни совести. Эх, Лида, перекормили тебя медком сладким, жевали за тебя и в рот кашу квали, наверняка еще и глотали за тебя. Вот что забота излишняя с человеком делает, превращает его жизнь в ад, но самое коварное ему самому это не вдомек. А когда ты решила завести ребенка, ты об этом подумала? Или ты сразу рассчитывал на меня? Мама Галя здесь правильно кстати говорит, но есть одно интересное и хитрое но. Но получается Лидок-то понятно в голове без извилин практически и все у нее впереди. Но ведь в условиях и в этом капкане сладком она же оказалась, потому что ты ей играла на дудочке, приглашая этот путь в капкан пройти. Не так ли, мама Галя? Понимаете, да? Ей было необходимо с самого начала выдерживать границы и не поддерживать и не подтверждать решение Лиды жить с мужем на этой территории. Это важный момент. Конечно, в дальнейшем чем больше привыкала к этой сладкой сахарной еде Лида абсолютно без напряга и все она получала, тем сложнее ей с каждым таким шагом было бы и есть слезать с этой зависимости. Мое дело, мол, родить, а воспитывать пусть дядя будет. Поэтому, если у зрителя здесь складывается впечатление того, что, эх, мама Галя бедняжечка и насилуют ее Лиду и ее муж, то нет, мои дорогие, запомните, что бы ни происходило в семейной системе всегда в этом заинтересованы все абсолютно. Нельзя сказать, что муж изменяет жене. Нет, это неправильно. Эта семья изменяет мужем. Понимаете, да? Нельзя сказать, что у кого-то какие-то проблемы в ней и малыш двойки получает в школе. Нет, эта семья получает двойки в школе малышом. Понятно, да? В данном случае член семьи это всего лишь снаряд, которым семейная система функционирует. И поэтому и здесь, через Лиду Галина получает объем привычных для нее эмоций. Не хотела бы, хоть кто-нибудь бы не хотел, чтобы это происходило здесь так, этого бы не происходило. Происходить может только то, исключительно только то, для чего все условия соблюдены. Как и здесь, у всех есть выигрыш в происходящем. А для чего все условия не соблюдены, то не произойдет. А для чего соблюдены, то не сможет не произойти. Мои дорогие, едем дальше. Нет, моя дорогая, ничего у тебя не получится. Этой фразой обнажается в целом отношение мамы Гали к своей дочке. Ничего у тебя не получится, да? И даже если на начале твоих взаимоотношений с Игорем у тебя была идея отсюда съехать, давайте представим, что была. То мама Галя придумала условия и оправдания для того, чтобы Лидок не съезжал от мамы, потому что в конечном итоге мама должна организовать все так, в данном случае, чтобы у Лиды ничего не получилось в конечном итоге. Каждая фраза, каждая эмоция, каждое движение мускула на лице красноречиво обнажает всю жизнь человека как систему. Каждый элемент системы хранит в себе всю информацию о всей системе в целом. Имейте в виду каждая деталь, подобно ниточке, потянув за которую вы можете кого угодно вывести из лабиринта. Имейте в виду видеть, когда смотришь. Об этом в том числе не только эти разборы, но и вообще все, не только по этому фильму. Имейте в виду поэтому понятно выше фраза ничего у тебя не получится, потому что где-то в параллельной реальности, где мама Галя считает иначе относительно своей дочки, у нее бы язык не повернулся эту фразу здесь проговорить как заклятие. Потому что, слава богу, у меня в жизни еще есть интересы помимо пеленок. Но именно для того, чтобы их здесь удерживать и именно для того, чтобы иметь возможность это им сказать, мама Галя их здесь и удерживает и не подталкивает их пинком под зад, чтобы покинуть это пространство, как орел выбрасывает орлят из гнезда. Все друг другу стоят, что происходит, то и цель для каждого. Мамочка, ну ведь она же твоя внучка. Прежде всего, она твоя дочка. Мамочка, ну она же твоя внучка использует Лида древний прием, наверное, сама, которую наблюдала, мама регулярно использовала. То есть, она хочет обвинять свою маму в ее нежелании целыми днями дома сидеть, но и мама Галя имеет право, понимаете, да? Ну а Лида, конечно, пытается ударить ниже пояса, но получает отпор. Вообще, сам факт наличия такого рода разговоров в таких тонах не делает чести Лидии и ее мужу. Понятно, да, почему с самого начала мы с вами определили, что у них в черепной коробке пока кисель не мозги. Почему? Потому что слишком сладко им жилось. На готовенькое все подсели, усилий к жизни не прилагали. И я, между прочим, тебя вырастила без бабушки и ничего вырастила на свою голову. И ничего вырастила на свою голову. Понятно, да? И здесь обнажается отношение Гали к своей дочке. Это важная тема. Яблоко от яблони далеко не падает, мои дорогие. Игорь! Тихо, спит еще. Мама отказалась. Ну так, этого следовало ожидать. Как они возбуждаются, когда получают от мамы отказ. Они же объединяются именно в возможности против мамы Лиды воевать. Это может быть, к сожалению, единственное, что их объединяет. Поэтому этим симбиоз их и обеспечен. Они имеют возможность объединившись воевать против мамы Гали, имейте в виду. Ну а Галя имеет возможность в очередной раз не чувствовать себя одинокой, через эти эмоции утолять свой сенсорный голод и лишний раз дополнительно уже трем детям доказывать, почему они не правы. Игоречек, ты устал? Естественно, малышка. И я устал. Что мы теперь будем делать? Надо пригласить няню. Игоречек, ты устал? Естественно, малышка. И я устала. Говорят они об этом друг с другом. При мамочке типовых карте мира она должна сейчас почувствовать себя виноватой, что изводит этих детей и вообще не сопереживает им и не помогает. Не ведитесь никогда на эту дичь. Самое коварное, что если здесь мама Галя растает и начнет им помогать и нянчится от и до 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это будет настолько сильной медвежьей услугой для этого брака, что скорее всего эта медвежья услуга этот брак надломит и разрушит его изнутри. Игорь, я не знаю, я просто не знаю. Я отменила уже две репетиции. Это скандал. Но это выше мы с вами обозначали. Лида впрягает свою маму в решении своих проблем, которые сама я создала. В данном случае не будет лишним сказать «Деточка, ну ты же делаешь меня виноватой именно в своих проблемах. Но это же именно твоя жизнь, поэтому ты ее организовывай». И вообще, ребята, давайте объединимся уже в конце концов и обсудим, что мы можем сделать для того, чтобы жить в разных местах. Уже пора, на мой взгляд. И вообще, извините, я как старшая все-таки не предусмотрела это заранее. Но это крайне необходимо. Итак, поехали. Лида, ты должна понять, наконец, что мы не можем рассчитывать на нашу маму. Понятно, да? Ладно, учитывая, что это комедия, понятно, что здесь все отражено достаточно гиперболизировано, утрировано, то есть усилено, более коваритно и ярко. В жизни такое будет протекать менее явно, но тем не менее протекать. Да, обратите внимание, здесь Игорь остается верен себе как сынок, тоже подыгрывает и виноватит свою тещу, хотя живет на ее территории спиногрыза. Правильно делает мама Галя, уходит просто и позволяет им самим вариться в собственном соку. Это важное уравнение, она здесь добавляет важное переменное в это уравнение, но есть одно маленькое но, она же рано или поздно вернется. Ей в качестве своих союзников нужно брать время и пространство в более крупных объемах, месяц, два месяца, три, квартал, год, понимаете, все это может быть лишним не будет, потому что сейчас она уйдет, и это да, подействует терапевтично на Лиду и на Игоря и на их Лену, да, как на семейную систему, начнут немножечко друг к другу притираться, но совсем скоро Галина вернется, она же здесь спит, ночует, и тем временем ее влияние будет здесь продолжать дальше распространяться, поэтому уйти надо не на мгновение на вечер и прийти поздно, нет, надо их уйти отсюда на годик. Всего доброго. Ну чего ты стоишь, разгружай сумки. А что ты взъелась? Что ты взъелась? Это важный момент, смотрите, взъелась реально Лида, на нее не похоже. Выкрикнула на Игоря, что ты стоишь, сумки разгружай, понятно, да? Потому что своим поведением Игорь, которые он выше демонстрировал, он очень сильно проявлялся как лютейший каблучок, когда подыгрывал Лиде и обвинял ее маму в том, что она им не помогает. Мужчина так делать не будет, а если объект, индивид мужского пола это делает, он перестает быть мужским полом, имейте ввиду сразу же. И, конечно, таким образом он сразу заклинает Лиду себя ненавидеть, потому что он таким поведением себя дискредитирует, подрывает доверие к себе, потому что сынок, понимаете, не мужчина, поэтому будьте к этому внимательны. Анатолий Попанов играет нянечку, которую сюда пригласили Лида и Игорь и мама Галя, получается, чтобы она нянчилась с Леночкой, малышом. Извините, а почему же вы тогда нянчите с чужими девочками? Я помогаю дочери, зарабатываю ей на няню. Этот фильм, если самое начало его, где мы останавливались с вами очень подробно, является очень ярким, таким, знаете, качественным и правдоподобным, на мой взгляд, отражением действительности, то далее здесь не без комедийных вставок. Я вообще заметил, как и служебный роман, например, первые 20 минут фильма «Служебный роман». Обратите внимание, кстати, у меня вы можете найти в социальных сетях разборный фильм «Служебный роман». Так вот, начало этого фильма это невероятно спрессованный материал, который можно разбирать и разбирать, и много ходам в этом материале можно давать комментарии. Также здесь, здесь особенно красноречивым является именно начало фильма, поэтому сами комедийные курьезы я буду обходить стороной. Но честный ответ нянечки, которую играет Анатолий Попанов касательно того, почему нянчиться с чужим ребенком, вместо того, чтобы нянчиться со своим внуком, очень интересный. Ну не лучше ли самому нянчить собственного внука? Нет, вы знаете, все-таки хуже. Да? Да. Я ничего не понимаю. Дело в том, что мне нельзя волноваться. У меня гипертония. Поэтому нянчиться с чужим ребенком я могу, я не волнуюсь, мне все равно говорить здесь Анатолий. И как бы он же этими речами как бы обнажает отношения человека в найме к столь трепетному занятию, как работа с малышом, понимаете, в качестве нянечки. А с чужими можно не волноваться? Конечно нет, зачем же. За него вы и волнуетесь. Конечно, любая профессия почетна в первую очередь. Просто своим отношением к своему ремеслу и к ребенку здесь Анатолий Попанов в лице нянечки демонстрирует ту цену, которую платят родители этой девочки из-за того, что сами взрослыми не стали и сами детьми продолжают быть. То есть, они свое невинное дитя могут доверить кому угодно, лишь бы найти возможность выбежать из дома и заниматься любыми другими делами. Понятна эта фраза, что дети родили ребенка. Что деньги ведущие мне? Как же так без души к ребенку? Слушайте, собственно, зачем вам моя душа? Вам от меня что нужно? Добрая услуга, я так понимаю. Вот такого интересного персонажа великий актер Анатолий Попанов играет. Вот вы ее имеете, согласно, прейскуранту. А вы можете быть свободны. Всего вам хорошего. Пожалуйста, пожалуйста, нянчитесь. Это бездушный дядя. И в то время, когда они доверяют свою дочку непонятно кому, да, этой нянечке, которую играл выше Анатолий Попанов, который красноречиво показал, что его вообще ему все равно на этого ребенка, он просто выполняет задачи, чтобы заработать деньги и как можно скорее он отсюда уйдет, когда свою смену доработает. И именно в это время потом показывают, как здесь танцуют незатейливо детьми, будучи родители этой девочки, это Лида и Игорь, потому что им вообще не вдомек, какая ответственность у них на руках теперь с появлением дочки. Но им вообще все равно, потому что это действительно дети. Но ничего, у них все впереди. Он как бы здесь подразумевает, типа, зря вы ту нянечку уволили, да, не идеальный, да, плохой, да, ему все равно на Леночку, да, он просто механически делает свою работу, особенно в нее не вовлекаясь, понимаете? Но ничего страшного, мы же должны ее иметь хотя бы такую. Он сказал, что я вам враг. Но это же неправда, но я же не говорил этого, ну зачем вы так говорите? Тогда почему вы живете вместе со мной? Не хотите? Давайте меняться. Ну что вы, какой обмен? Ну что вы? Мам, живите сами. Тоже интересный момент, который нам показывает, насколько они все боятся сделать шаг навстречу их разъезда. То есть, мало того, что мама Галя таким образом все показывает, что если они будут не вместе жить, то это проявление их нелюбви и неуважения к маме Гале. Видите, какая двойная связка она здесь показывает? С одной стороны, мне с вами жить некомфортно, вам пора отсюда уехать, а с другой стороны, если вы уедете, то вы таким образом будете показывать ваше неуважение ко мне. Воспитывайте ребенка сами. Воспитывайте ребенка сами. С меня хватит, сейчас скажет мама Галя. Это действительно опасная двойная связка, потому что это парадоксальные внушения. С одной стороны, до этого момента она постоянно как бы намекала, что вам пора отсюда уехать уже в конце концов, а с другой стороны, она заставляет их быть рядом с нею. Поэтому здесь необходимо, конечно, все эти подразумеваемые соглашения превратить в выраженные, чтобы не создавать в дальнейшем поводов для таких истерик. С меня хватит! Разбили. Можно попробовать склеить. Это же кузнецок! Пропылайте, сейчас прав, прав! В чем это интересно? Он был прав. Да сзади трогай! Это я к тому, чему приводит накапливающаяся внутривидовая агрессия в этих людях, как в сосудах, когда она не может найти себе выход, когда они живут на ограниченной территории, вот так вот все вместе, когда они ищут повод бессознательно друг на друга свой гнев выливать. И здесь это здорово показано. Именно поэтому эти сцены сейчас сюда я включил. Самое интересное, что они думают, что повод-то стоящий. Они, грубо говоря, чуть ли не специально развили чашечку, чтобы использовать ее как возможность друг на друга бочку катить. И, конечно, такая накапливающаяся внутривидовая агрессия может накопиться настолько, что будет разряжаться спонтанно, может быть такое не только криками, но и бытовым насилием, что, конечно, и врагу не пожелаешь. Хватит мне твоей мати! И ты позволяешь оскорблять меня, а? Не смей говорить про мою мамочку в таком тоне! Не кричи! Сто раз в ней! Вот. Не учитывают, что внутривидовая агрессия накапливается и может спонтанно разряжаться, заставляя человека бессознательно находить повод для склок, гнева и криков, и вот и сами страдают и плачут и разбивают друг другу сердца. Думать долгосрочно, мои дорогие, и действовать точно это то, в чем развиваться лишним точно не будет. Имейте в виду. Ну что, мои дорогие, тем временем мы едем дальше. Чего? Ничего. Да, обратите внимание, как будто бы невербально Игорь попросил разрешение у своей тещи взять эту печеньку и положить ее в рот, пожевать, проглотить и съесть. Понимаете, да? Конечно, в таких условиях с таким давлением, ну как может он здесь, как мужчина, развернуться? Игорь, пора уже давно. Весь мир тебе шепчет, и мы со зрителями тоже. Найди в себе силы отсюда съехать, уже в конце концов, взяв под мышку свою семью. Я считаю... Создатели фильма, интересно, их рассадили. Обратите внимание, Игорь здесь, как бедный родственник, как чужой человек, сидит через человека по отношению к своей дочке. Не рядом, а через тещу. Что эту зиму мы должны провести в горах. Помнишь, Дусенька, папа всегда мечтал об этом. Да, да. А как считаете, Игорь? Это было бы идеально. Блестяще. Это было бы идеально, сказал он, лишь бы такое сказать, чтобы маме Гали понравилось, потом улыбнулся ради приличия, что типа поддерживает, потому что решил, что не имеет никакого значения говорить, что он по-настоящему считает. Понимаете, да? Эта сцена демонстрирует, как легко загнать в угол этого мужичка Игоря, легко его окаблучив, но сам завел себя в эту западню. Ой, мамочка, я подниму. Что вы? Я подниму. Ну, конечно, Игорь, а что тебе здесь еще остается делать, это прислуживать и поднимать то, что эти дамочки будут ронять. В общем, усмирили этого маленького непослушного малыша. И теперь получается, вот она семейная идиллия у них в кавычках. Мама Галя здесь сидит по центру стола, и вокруг нее трое ее малышей. Самая маленькая Леночка слева от нее, и двое постарше, мальчик и девочка. Ну, помните, совсем недавно они поорали друг на друга, истерику устроили, вот остыли и сидят, как зомби, сдержанные, боясь лишнее слово сболтнуть. То есть, понимаете, да, каким адом становится их жизнь, а все почему? Ну, вы уже знаете почему. Любили бы друг друга на расстоянии, могли бы тогда дышать полной грудью, потому что, как по-хорошему-то должно было здесь быть? По-хорошему, Игорь, Лида и их Леночка должны были уже давно жить на другой территории, в другом доме, в другой квартире. И тогда хорошие бы тогда взаимоотношения у них были вместе с мамой Галей. И может быть, такие условия позволили бы маме Галле найти себе какого-то ухажера. У нее еще половина жизни впереди, она еще не старая. Пусть найдет себе ухажера, и вместе с ним встречают старость, и вместе проводят время, радуют друг друга, понимаете, да? А в таких условиях как это сделать? Но учитывая, что этот фильм добрый, светлый, позитивный, это даже комедия в какой-то степени, совсем скоро, благодаря случайности, мама Галя найдет себе ухажера. И знаете, что забавно будет дальше? Мама Галя отсюда съедет, начнет жить со своим ухажером, он станет ее мужем, но этот муж, ухажер, живет с мамой, представьте. И те же самые эмоции и переживания она будет испытывать, которые здесь испытывали Лида и Игорь, потому что она окажется в таких же обстоятельствах, в таких же условиях, в которых оказалось и все это время проживала Лида и Игорь. И это забавно и поучительно в этом фильме будет выглядеть. То есть она побудет по другую сторону баррикад и что-то важное для себя мама Галя поймет. Игорь, налей маме чаю. Конечно. Друзья, знакомьтесь, это моя жена. В общем, мама Галя вышла замуж за мужчину, который является художником, совершенно случайно она с ним познакомилась и она вышла за него замуж не благодаря ее действиям, а вопреки. Но здесь важный момент заключается в том, что ее муж живет со своей мамочкой. И теперь получается мама Галя сама находится в таких же условиях, в которых находилась ее дочь. Она живет мама Галя со своим мужем и его мамой. И обратите внимание, сейчас будет ряд интересных сцен. Мамочка, Галя мне совершенно не мешает. Вот, обратите внимание, Николай, это значит, теперь муж мамы Гали. Он оправдывается перед своей мамой, объясняя ей, что ему в работе его жена Галя совершенно не мешает, но сейчас будет на него бочку катить его мамочка. В общем, здесь как бы создатели фильма тоже подразумевают, что и этим ребятам следует уже разъехаться, в конце концов, иначе они проживают те же самые проблемы, которые совсем недавно проживали Лида и Игорь. Не мешать это еще не значит помогать. Интересно, чем? Кисти держать? Ну, кисти он еще в состоянии сам удержать. То есть, абсолютно те же самые крючки это к тому, что то, что они думают, чувствуют, как они себя ведут, является следствием тех обстоятельств, в которых они находятся. И помните название фильма? По семейным обстоятельствам. И это здорово показано. Но наилучшим образом этот фильм будет плавно и позитивно развиваться и завершаться. Что мама Николая найдет себе ухажера, который ее отсюда увезет. И все заживут в конце концов так, что начнут дышать полной грудью. А это важно. То есть, у них не будет таких условий, в которых их внутривидовая агрессия будет накапливаться и спонтанно разряжаться в порывах ненависти друг на друга. Но если в этом комедийном фильме все хорошо закончивать в силу случайности в первую очередь, да, это для них все лотерейный билет, потому что случайно мама Галя съехала от своих детей, да, встретив Николая. Потому что мама Николая как бы случайно оказалась востребованной у того грузина, который ее отсюда заберет. Это все случайности, понимаете, в жизни, мои дорогие. Но случайности, которые показаны здесь в фильме, как в искусственном произведении, полагаться не следует. Следует заранее учитывать эти переменные, которые мы с вами обозначали выше. Имейте это в виду. Дабы, чтобы не оказываться в ситуации, когда гнев, ненависть и бытовое насилие берут над человеком вверх. Посмотрите. Завтра. Это надо сделать сегодня. Рабочий день закончился, все завтра. Смотрите, как забавное отношение к работе у мамы Гали поменялось, потому что у нее появился муж ухажер, с кем вместе она хорошо проводит время, понимаете, да? У нее теперь есть каким образом спускать накапливающийся в ней пар. Теперь ее дети живут на другой жилой площади. Это тоже важный момент. И это позволяет ей не требовать от себя необходимости задерживаться на работе и сливать ненависть на своего заместителя. Вот он и удивляется. Странно. Ровно 6 часов его начальница с работы просто-напросто моментально исчезает. Удивительно. Вот так вот в гротеске, утрированно, не без юмора показаны модификации изменения в жизни нашей дорогой мамы Гали. Холодный. Галочку только что заваривала. Вначале надо было чайник ополоснуть кипятком. Вначале надо было чайник ополоснуть кипятком, да? Понимаете, и здесь температура воды в чайнике не имеет никакого значения, и мама Николая просто использует это как повод сливать накапливающийся в ней пар в виде этих порывов ненависти на Галю. Все абсолютно то же самое здесь воспроизводится, поэтому так подробно, как во взаимоотношениях треугольника Галя, Лида и Игорь, я здесь уже в сценах останавливаться не буду. Но здесь это показано более комедийно и менее драматично. Кормить тут никого? Ну что ты, мать? Я же утром ходил. Да что вы сравниваете? Вы бы побыли на моем бы месте. Я уже побыл на своем. Интересный момент связанный с развитием Игоря здесь. Обратите внимание, с тех пор, как от них съехала мама Галя, и они самостоятельно живут и обустраивают свой быт, я надеюсь, они уже не получают деньги от мамы Гали, и как-то с недвижимостью вопрос решили, у него, смотрите, усы выросли, да, и прическа у Лиды поменялась. Это как бы создатели фильма показывают, что время прошло. И важный момент, смотрите здесь, Игорь пришел и лично рассказывает своей теще, что у них будет пополнение в семье, и вот ожидается уже второй ребенок у них. То есть не так, как это было показано в начале фильма, где из-под тишка он волновался и просил Лиду своей маме об этом сказать, а он уже сейчас, чувствуя себя хозяином в доме и положении, уверенно, информирует об этом свою тещу с радостью, не боясь никакого он честно все здесь, значит, расставляет. Это важная деталь, в этом фильме показано, имейте в виду. Галина Аркадьевна, дорогая, я что пришел? Понимаете, у нас с Лидой будет ребенок, я думаю, мальчик, понимаете, у меня будет сын, понимаете, вы рады? Еще важный момент, мама Гали от них съехала, и они нашли повод преодолеть этот их развивающий стресс и организовали свою жизнь таким образом, чтобы самостоятельно следить, воспитывать и развивать свою дочку, понимаете, да? То есть теперь к маме Гали пришел Игорь без необходимости ее о чем-то просить, упрашивать и манипулировать ею. Он пришел из изобилия поделиться этой новостью, и поэтому так легко и светло это делает. И вне зависимости от того, как это в фильме, я выбираю это видеть именно так. Исправяю эффекты фикции. Какую фикцию? Фикции, фикции, не фикции, а фикции. Он букву D не выговаривает. Я букву F не выговариваю. Здесь интересная зарисовка, не без юмора, где они пригласили логопеда, который не выговаривает половину алфавита. Но сам он твердо убежден, и мать Николая твердо убеждена, что ничего страшного, что не выговаривает. Он же логопед. Он должен научить другого выговаривать эти буквы. Но самое коварное заключается в том, что Леночка и так все хорошо выговаривает. И еще. Человек не может обучить другого человека тому, в чем он сам не овладел мастерства. Он должен сам пройти полностью все ступени лестницы мастерства. Это сначала, когда он не знает, что он не знает. Потом он начинает знать, что он не знал. Потом он знает, как это делается. Потом он не знает, как, но это делается. И потом он может провести другого по каждой из этих ступеней. Но я вам приведу сейчас пример. Представьте, вы не знаете, что вы не знаете тогда. Если вы не видели бы никогда велосипед, вы бы не знали о том, что он существует. И вы бы не знали, что вы не знаете, что на нем можно ездить. Понимаете, да? Как, кстати, выше. Скорее всего, вы не знали, что вы не знаете о том, что существует такой инстинкт, как агрессия, которого задача распределения равномерные особи по ареалу обитания, одна из его задач. И имейте в виду, если такого выхода этот инстинкт себе не находит, он копится и отражается в виде нападений и гнева на рядом стоящего. Помните, выше, когда мы с вами обсуждали именно особенности бытовой жизни мамы Гали, ее дочки и ее мужа, мы с вами видели, как они ввиду того, что этот инстинкт в них накапливался, друг на друга срывались регулярно, чтобы спустить пар. Так вот, вы не знали, что вы не знаете об этом, понимаете, да? Возвращаемся к велосипеду. Представьте, вы никогда не видели велосипед. И вот вы увидели его. Вы теперь знаете о том, что вы раньше не знали о существовании велосипеда. Это вторая ступень лестницы мастерства. Потом вы начинаете на нем ездить. И вот вы знаете, что вы знаете, как на нем ездить. Но здесь необходимо ваше сознательное усилие, сознательный контроль, чтобы велосипедом этим владеть. Вы четко следите, как вы нажимаете вашей стопой на педаль, как вы удерживаете руль, как вы движетесь в пространстве. Проходит время, и благодаря регулярным тренировкам вы можете ехать на велосипеде, держа руль одной рукой или вообще без рук, и думать о том, чем займетесь дома, когда домой приедете, да? То есть ваше тело управляет велосипедом и не требует это сознательных усилий. Это четвертая ступень лестницы мастерства. А потом, когда вы можете провести другого человека по всем ступеням и обучить другого человека катанию на велосипеде, вы начинаете овладевать мастерством в этой деятельности езда на велосипеде. Вот так вот метафорично выше я изобразил. А по поводу агрессии, это как пример, что до изучения этого материала, вы, мой дорогой зритель, скорее всего, да, если вы со мною мало знакомы, и этот материал один из первых, который вы изучаете с точки зрения разборов, то, может быть, вы не знали, что такая сила внутри нас есть, которая древняя, и необходимо разумом создавать условия, чтобы этой силе не давать управления над собой, понимаете, да? Это в том числе спортивные нагрузки, творческая деятельность, следить за здоровьем не бывает лишним, и внимание к архитектуре своей жизни с точки зрения пространства, имейте в виду. И вот вы теперь знаете, что такая сила есть, что ее необходимо учитывать, как переменную в уравнении, хотя персонажи этого фильма об этом не знали. И это прекрасно. Едем дальше. А, ну, сразу бы так и сказали. Я сразу сказал. Я имел вифу, кто у нас буфет, мальчик или февочка? Далее, ну, раз выше я затронул ступени мастерства, то имейте в виду, человек не может обучить другого тому, в чем сам он мастерством не владеет. Это важная тема. Человек не может обучить другого тому, в чем мастерством он сам не владеет. Это важнейшая тема. И не следует пребывать в иллюзии, что это не так. Понимаете, да? Если, грубо говоря, мамочка, брошенная вторым или третьим мужем, обучает созданию здоровых взаимоотношений других людей, то она не способна это сделать. Ни в коем случае. Потому что она сама этот результат, которому обучает, не воспроизводит. Помните об этом. Человек может обучить только тому, чем он сам владеет в совершенстве. Потому что чему бы человек не обучал, он всегда обучает только тому, как он сам живет. В примере выше, мамочка, брошенная уже вторым или третьим мужем, может обучать другого только тому, как быть брошенной вторым или третьим мужем. Еночка, скажи. Девочка. Девочка. Так, скажи. Фуфочка. Дудочка. Так. Но специалист вообще не обязательно уметь самому. Он должен уметь учить других. Да, здесь мама Николая просто использует этого логопеда, который вообще не шарит в своем ремесле для того, чтобы иметь возможность давить на Галю, которую она ненавидит и не может не ненавидеть, учитывая, что на одной жилплощади они живут. Пришла тут такая конкурентка за ее сына, который полностью должен принадлежать только своей мамочке, учитывая, что уже, судя по всему, лет 45 он ходит в холостых и живет всю жизнь со своей мамочкой. Так вот. Но специалист вообще не обязательно уметь самому. Он должен уметь учить других. Да, и здесь интересная юморезка, где мама Николая говорит, ну не обязательно ему уметь самому. Главное, чтобы он умел учить других. Но помните, в таком случае всему, чему он может других обучить, это точно так же уметь, как умеет он сам. Ну а в смысле этого логопеда, это, конечно, очень смешная здесь зарисовочка. Не способен он обучить другого человека воспроизведению уверенно звуков, учитывая, что он сам говорит непонятно. Поэтому всегда прислушивайтесь и присматривайтесь к тому, кто перед вами с точки зрения того, а воспроизводит ли он сам то, о чем говорит. Это важно. Суфились? Фиксиум. Да, извините. Друг с другом судились. Я логопед. Лечу детей. Своих детей нет. До свидания. Пойди. Здравствуйте. Я по обмену. Здрасте. Мама Галя пришла по поводу обмена жилой площади к вот этой женщине. Разрешите, мы с вами будем называть ее Света. А, да. Проходите. Света подготовилась. Всем своим видом трагическим и задержкой перед этим ответом и взглядом в сторону вызывает необходимость у Гали спросить «Что с вами стряслось, Светлана?» Рассказывайте, да? То есть здесь мы будем видеть очень активное жертвенное поведение, которое вызывает необходимость у другого себя пожалеть. И этот персонаж очень колоритный. Смотрим. Проходите, смотрите. Все равно коробка, она и есть коробка. С дыркой для Света. Этой фразой она втягивает в диалог с собою Галю, как бы вызывая у нее необходимость ей сопереживать, типа «Да, вы правы, коробка без Света». Даже поза красноречивая и взгляд в сторону, закрывая свое лицо челочкой и волосами. Ну почему? А планировка? Свете удалось подцепить Галю, Галя начинает с ней спорить. А почему? Очень даже у вас неплохая квартира, нравится, планировочка хорошая, ну понимаете, да? А кем вы работаете? Мы-то, мы все больше продавцами, не всем же спутники запускать. Какой красноречивый ответ, который выдает всю ее боль, бренности жизненные, такая бедняжечка, и после этого что хочется сделать? Ее поутешать. Да ладно, не расстраивайся, все у тебя будет хорошо. Продавцы, это тоже хорошие светлые люди. Вы так говорите, будто бы кто-то виноват в этом. Работа не нравится, можно всегда ее поменять. Нет, она нравится, она другим не нравится. Как легко Галя втягивается спасателем в эту жертву, да, а ведь жертва Света приглашает себя поспасать, и вот она отражает это спасение, типа, есть какие-то значит преследователи, которые меня не понимают, а я такая бедняжка. Считается, что за прилавком они жулики стоят. То есть, обратите внимание, Светлана требует от себя необходимости этого незнакомого человека в том числе втягивать в свою жизнь в качестве спасателя. И совсем далее очень красноречивой будет история жизни Светланы, и она будет заставлять себя эту историю жизни рассказывать Гале. Также показывая, что она жертвой является не только в этом кратком акте взаимодействия с Галей, но и вообще по жизни. И это интересный знак, который заложили сюда в виде этой сцены создателей фильма. Ладно, не обращайте внимания на меня. Это я так, по горечи. Проходите. Тоже популярнейшая манипуляция для давления и воздействия на другого человека, чтобы полностью его подчинить, как здесь потихонечку Света подчиняет галочку. Обратите внимание. Сначала Светлана себя вот так вот пообежала, типа мир к ней несправедлив, и она такая бедняжка. И как только ей удалось зафиксировать внимание Гале на себе, она говорит следующее. Ладно, не обращайте внимания. Но, конечно, Гале обратит внимание. Она же не хочет показаться в глазах манипуляторши Светы бессердечным человеком. Вы с кем? Разменивайтесь. С мужем, небось. С мужем, небось. Здесь она наверняка вызывает необходимость у Гали начать оправдываться перед Светой, что она может быть счастливым человеком, хотя не имеет на это права, ведь Света так страдает, понимаете, да? Но вы уже начинаете, да, понимать, что Света страдает для того, чтобы иметь возможность воздействовать на другого человека своим страданием. И даже если у Светы будет все хорошо, все равно повод пострадать она найдет. Да нет, с его мамой. А, мужика, значит, не поделили. Света не лишает себя возможности побросать крючки. И даже смотрите, какая поза красноречивая. Взгляд, который она бросает стеклянными глазами в одну точку, и закрытая поза руки в замок. Бедняжечка такая. И смотрите, в каком раке она живет. Здесь все подчеркивает образы. Вы мужика отберегите. Ведь потом спохватишься, поздно будет. Начинает загадками говорить Света, чтобы вызвать необходимость у Гали спросить, ну рассказывай, что у тебя стряслось? Чем тебе помочь? Рассказывай. Отец у него да, сын, ты мой тоже переводчица. Ну они, конечно, ужасно против меня были, когда он со мной сошелся. И не только с тобою он сошелся, и чего-то родители его были против. Видимо, пытались уберечь своего сына от такой красноречивой жертвы, понимаете, да? И не просто жертвы, а еще эта дамочка с ребенком от другого мужчины, который, видимо, от нее сбежал. Она даже совсем скоро признается, что до последнего скрывала факт того, что у нее есть ребенок, чтобы ни в коем случае не спугнуть своего жениха. Конечно. Кто я такая? Продавщица, ему не пара. У меня ведь еще мальчик от первого брака. Так может быть, именно поэтому пытались родители уберечь своего сына от связи с тобой, наблюдая, каким он является беззащитным к твоим чарам. Дело не в том, что ты продавщица, а в том, что, видимо, коварная дамочка, которая даже и у них дома вот так вот садилась и вызывала необходимость у всех себя пожалеть. Но тот, видимо, мальчуган повелся, а его родители пытались его уберечь, но не смогли. Он взял и говорит. Давай, говорит, распишемся. И мальчик твой усыновлю. Я говорю, да живи так. Чем тебе плохо? То есть это он предложил ей расписаться и мальчика усыновить. И обратите внимание, как хитро она поступает здесь. Она его уговаривает это не делать. Типа, и так хорошо живем, чтобы тем самым вызвать у него необходимость еще больше ее упрашивать и убедиться в том, что у нее никаких хитрых намерений на эту тему даже и нету. Я поревела. А он говорит, лягу в клинику при одном условии. Если ты со мной распишешься, и на нашу квартиру обменяешь на одну. Вот такая история разбитого сердца, к сожалению. Конечно, жаль, что ее молодой человек приболел, что она вынуждена теперь квартиры обменивать, и никто ее не понимает. Ну что ж поделать. Но красноречивым является именно то, что она заставляет себя рассказывать эту историю незнакомому человеку. Она как будто бы собирает оправдания для своего обмана. Где-то в глубине души понимая, что лжет, но если она стать человеком расскажет эту душесчипательную историю, и все поверят и пожалеют ее, то она и сама поверит и от себя подальше убежит. Но это как гипотеза, как метафора, которую я приглашаю вас здесь поизучать. И думаю, в том числе, поэтому эту сцену в этот фильм вставили. Но еще один поучительный момент. После диалога с этой дамочкой мама Галя поймет, насколько являются смешными все те вещи, которые она считала проблемой. Ведь самое главное, мои дорогие, это ваше здоровье. И физическое, мои дорогие, и психическое здоровье. Все в ваших руках. Мы с вами самое главное. Пока живы, все возможно. Ура! Ну как я могла ему отказать? Как мама Галя вовлеклась, уже слезы собирается пустить. Как легко было зафиксировать свете ее внимание на себе и вызвать так много жалости, понимаете? Ну а мама Галя, как? Она же человек с сердцем. Как она этой жалости может не дать? Не может не дать. Дает. А вечером его родители приехали. А я мальчика к сестре отправила, чтоб не сразу убивать родственников-то. А я вот обмен ищу. Слово дала. Может, это все обойдется? Жду. Чего же мне еще остается? По квартиру так и не посмотрели, заморочила я вас совсем. Да нет, я все увидела. Тоже популярный маневр. Она подсела основательно на шею к Галине, хотя непонятно, какой у нее в этом мотив. Здесь-то благо показан этот персонаж не как мошенник, а как действительно страдающая женщина, понимаете, да? Но после того, как она подсела на уши, говорит, заморочила я вас совсем, чтобы вызвать необходимость у собеседника сказать, да что вы, все нормально, продолжайте дальше говорить. И очень интересно. И сейчас еще важный момент. Смотрите. Будучи жертвой, эта Светлана сама создает возможность жертвой быть. И чтобы показать вторую квартиру, она просто даст незнакомому человеку ключи. Она доверится незнакомому человеку, чтобы иметь возможность быть легко обманутой и дальше иметь возможность душесчипательной истории о своей жизни, к которой все несправедливы рассказывать. Как вы говорите, коробка с дыркой. Возьмите. А вы не боитесь? Если Светлана и боится чего-то, то она боится только то, что завтра в обозначенное время ты, Галина, принесешь сюда ключи от той квартиры. Ведь для нее выигрышем будет, если ту квартиру обкрадут. Вот тогда у нее будет возможность еще сильнее страдать. Поэтому вот чего она боится. Она боится, что ты можешь поступить с ней честно. Вот так. Все-таки незнакомому человеку. Конечно, жаль этого персонажа. И давайте искренне верить, что все будет очень хорошо у Светланы. Она найдет в себе все наилучшие ресурсы и сама возьмет ответственность за свою жизнь и начнет приумножать в своей жизни радость, силу и благосостояние. Светлана, успехов тебе. А мы часто тратим силу на пустяки. Ой. Да, мои дорогие. Суета, сует это то, что точно не заслуживает вашего внимания, а тем более ваших нервов. Жизнь штука скоротечная. Мы с вами день ото дня точно не молодеем, имейте в виду. И поэтому все в вашей жизни зависит от вас. Чем она станет для вас ровным праздником или страданиями зависит исключительно от вас, мои дорогие. И в том числе поэтому я и делаю известными эти гипотезы, которые считаю по-настоящему полезными. Я уже приглашаю вас начинать задумываться, а что полезное для вас было в этом разборе. Ведь совсем скоро мы начнем плавно подходить к завершению работы над разбором этого прекрасного фильма. Для меня эта работа заключалась в создании этого разбора. Ну а для вас не менее важная работа, мои дорогие. Внимательное изучение этого материала. Это наш с вами обоюдный танец. Ма, я не понимаю, чем ты недовольна? Две хозяйки у одной плиты. У одной плиты не может быть двух хозяек. И точно так же, как у одной армии не может быть двух полководцев. Но все здесь завершается самым наилучшим образом. И мама Николая находит себе ухажера. И самое забавное, что в заключительной сцене ее ухажер скажет ей, что у него есть мама, которой его выбор не нравится. То есть дальше, дальше и дальше будет продолжаться это как бы проклятие из-за необходимости, когда у человека нет возможности организовать так жилую площадь для своей семьи, как системы, чтобы не заклинать и не заставлять себя с другим ссориться. Но давайте будем верить, что каждый зритель этого материала, да и вообще, каждый, кто вступает в столь ответственное дело, как брак и взаимодействие с другим человеком уже с самыми серьезными намерениями, будет учитывать эту переменную выравнений, которая называется границы семейной системы. Личная живая площадь, личное пространство и уважение родственников к ним, других, и любовь к ним на расстоянии. Потому что не следует, на мой взгляд, жить на одной территории вместе с родителями или родителем одного из супругов. Мы здесь с вами наблюдали, к чему это может привести. Ну что, мои дорогие, а вот и мама Николая отправилась со своим ухажером к нему домой, в совсем далекий другой город. А вот и Николай, и мама Галя, наконец, живут вместе, в хорошей квартире. И вот и Лида и Игорь тоже обозначили границы своей семейной системы и имеют свое пространство. И вот в дальнейшем теперь пусть складывается у них все самым наилучшим образом. Правда, мои дорогие зрители. Это прекрасный, поучительный, светлый фильм, который не без юмора и не без драматизма обучает дорогих своих зрителей многим важным вещам, на мой взгляд. С вами Альберт Сафин, автор и ведущий курса развития стратегического мышления. Думай долгосрочно и действуй точно. Это те явления, в которых развиваться ну точно бывает полезным, на мой взгляд. И вы знаете, о внутривидовой агрессии мы здесь говорили, о границах семейной системе, о речевом воздействии, в том числе, о нюансах, которые пронизывают речь между строк и о том, в чем человек себя регулярно убеждает. Ведь чтобы человек не говорил, в первую очередь он это говорит не другому. Он вговаривает это сам в себя. Об этом в том числе был этот разбор, мои дорогие. И мы с вами вместе плавно завершаем работу над ним. с благодарностью к этому опыту. До скорых встреч, мои дорогие. С вами Альберт Сафин. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok